и пойдет запись у нас третья часть трансляции xchom xcom 2 сейчас кажется 11 марта шнадцатого года пробуем пройти на четвертом уровне сложности с без сейвов на ironman и с парочкой и донов от разработчиков лангуор первый мод это на лидера то есть когда-то в будущем появится в школе офицеров возможность обучать лидера бойцов его можно взять только одного на задание но вместе с остальными просто двух лидеров быть не может у него какие-то там обилки дополнительные а у врагов появляется где-то в середине игры бронированный мутон ну это далеко не полноценный аддон от лангуор но как бы хоть что-то вчера но в прошлой часть трансляции которая была очень коротенькая сегодня кстати будет очень длинная ожидается мы начали новый трай и прожили месяц где-то получается пока практически все живы-здоровы есть только одно ранение у специалиста на 17 дней у олега купцова но есть пара гренадеров снайпер и рейнджер в общем-то четыре человека плюс толпень леммингов которых можно пообучать что касается исследований в данный момент скрываем офицера адепта но я думаю что все таки надо магнитку сейчас потихонечку делать потому что офицера адепта это всякие там сканы которые не нужны и прочее делать могу медленно но очень нужно что касается инженеров их у меня два и это очень хорошо для первого месяца они все заняты по строительству я жду когда а я не жду когда мне материалов нет чтобы сделать центры высоких технологий хотел просто его запилить для того чтобы лечиться быстрее партизан очки то мы можем просто выбрать человека и начать его учить так бсп давайте бсп а кто мне нужен точно не хэвик второй снайпер может даже хэвик на самом деле третий запасной давайте так сделаем модов на улучшение интерфейс не будет например выручьте мне одни нет выручьте мы этой и так справлю здоровье в цифрах облегчают но я привык в общем-то считать по этим иконки для выбора солдат бою в общем-то через табуляцию решается я знаю что есть много удобных модов но руки не дошли я особо желание в общем-то не так ставим и так и так а не слина надо были бабы сми вот айместа мост из маяк выкрыт нену чертежи в ресурсе зоне сайт донори амшорда командового файн чем эндер смотрите через 7 дней во-первых расчистим объекты появятся материалы через один день заканчивается месяц и соответственно я тоже материал смогу получить и это топ-1 задача потому что мне очень нужно вот уже в свободном отсеке строить центр высоких технологий поэтому приоритет 1 это опять аватар до первый приоритет это бабло и хорош нагнетать о материалы пять дней еще ох давайте по чуть-чуть пособираем их а вот и сообщение от советами так доктор и капрал евгения гусева слушайте нефанду можно нанять за бабло и она будет сразу капрал ну капрал второе звание по сути перед сержантом но после рядового так и нам говорят о двух ивентах строительство нового объекта 6 недель ответный удар пять недель рекруты на сто процентов месячные расходы на разведку на 100 вот этот ивент нужно конечно предотвращать потому что новобранцев нас так 7 человек и 140 материалов эти собираются просто очень быстро да давайте я сначала я потрачу на перелет где-то часа четыре эти материалы я быстрее соберу а нет больше там еще взлет посадка так есть теперь игнорируем новый персонал игнорируем возвращаемся сюда начинаем строить что центры высоких технологий до получается во-первых доп способность вероятность и самое главное восстановление после ранений будь здорово да тебе в чатике передаю здесь энергию инженера перекинем после расчистки обломков на cvdt cvt не знаю почему cvd это это я понимаю но мне до них денег нет короче снова за баблом четыре дня но кажется я сейчас напарюсь уже на миссию на какую-то до новая цель легко получим одного ученого увеличение стоимости новобранцев слушать а где вторую на выбор то видимо из-за того что регионы не подключил ой плохо плохо потому что плохо так было регион подключать а квдт кастом дэмэштейкин это пасовый дак экзайл точно и так что касается команды если у меня бабло нет у меня бабло на то чтобы сделать апгрейд в школе офицеров вот хотел бонусную бонусный опыт получить мы летим 2 хэвика брюс снайпер мантич турмовик и новобранец один новобранец дима брат старший да других новобранцев нет один учится 2 ранен давайте димку привлечем ему дадим светошум это второй месяц тут соответственно могут быть змеи и милишные товарищи до кого мы должны спереди этом качать идем не второй сержант был же вроде 2 сержант не было второго сержанта ее мое то есть олешка у нас ранен а из оставшихся кто ближе всего по келсам судя по всему мантич 8 келсов да мантича будем качать штурмовика пожалуй так так задача на предстоящую миссию никаких ранений ни в коем случае аккуратненько один келс дадим диме чтобы он повысил уровень дальше приоритет на келсы для штурмовика но самое главное все таки а и про лут не забыть потому что уже нужны обвесы всякие миссия не на время насколько я понимаю и мы в маскировке будем так и помним еще что у нас же мантич он же инвизный разведчик вот еще что важно он реально может помогать нам выискивать паки они этот на время 8 ходов капец так ну что ж с богом маскировка есть маскировка есть давайте осмотримся вышки не вижу для взлома и не смогу на самом деле сломать чего несу vision будет отсюда возможно стоит оккупировать верхнюю крышу хотя бы частично забраться наверх можно с разных сторон тут тут окей да слева очень много да давайте одна группа будет обходить справа это здание другая над зданием пойдет потому что справа тупик как раз опа мечник это очень плохо потому что специалиста с блокировкой у меня нет так брюса я выставляю сразу сюда скорее всего главное чтоб все так или иначе оказались за укрытиями дмитрий михайлов подходит и аспирант у аспиранта армор и защита от взрывов танк хороший но ему особо идти некуда так его уже могут спалить давайте наверхом тоже зайду ну потому что спуститься сверху достаточно просто по ходам недолго это посмотрим куда они пойдут ё-моё это наверно хорошо потому что я сейчас смогу их опустить гренкой со второго этажа они получат урон еще ну что надо сейчас разобраться с увервотчами ориентировочно аспирант будет стрелять вот так вот они упадут диму нужно оставить для того чтобы сделать светошум по крайней мере вывести хотя этот скорее всего умрет светошум не нужен но дима не видит просто врагов поэтому такая ересь выходит брюс точно на овервотч дима пока пропускает ход я не хочу особо овервотч потому что я тупо не знаю как они да пусть тогда снайпер только на овервотче будет поехали это раз мег очень опасен а у е сильно бронированный начинать нужно с гранат чтобы разрушать армор так минус 1 армор 3 урона сейчас еще получит мечника 1 да и тот должен получить о хорошо то как три хита осталось сейчас снайпер должен выстрелить я понял тебя опасно чувак бегает очень далеко так снайпер стреляет с легким бонусом давай хорош единичка брони но 5 уронов бека это круто один хит всего остается а вот мантича спалили маскировки теперь не будет это косяк добиваем дмитрий михайлов видит с мека стреляет делает дальше мантич пробует добить потому что ну именно из из дробовичка потому что не хочу я подходить ближе чтоб не дай бог не спулит там дальше как-то пак хорошо первый пак о лэвлап хорошо ой лэвлап же это шоу сержант стал сержантом стал мантич очень хорошо мне живу как раз качать и нужно ну для того что еще диме бы kills закинуть так ну вот теперь теперь смотрите какие у нас сложности появляются первая сложность вот эти вот два товарища они особо не не участвует в игре не будут участвовать когда мы спалим людей которые будут находиться за этим зданием поэтому по-хорошему их нужно переводить дальше по крыше или спускать вниз ко всем остальным я буду делать разведку шесть ходов на самом деле тут недалеко совсем хотя учитывая то что мне нет специалиста отсутствие специалиста урезает у меня где-то один ход мне придется подбегать непосредственно к этому контейнеру поэтому времени на обход мне нет поэтому я бегу просто вперед максимальная разведка full cover поехали разведка лимминга увидели как змея плохо знаете что что у меня светошума нет то есть он уже отстрелялся этот светошум о я могу стрелять по бочке по какой не понял по какой а по этой типа интересно кого она заденет так не торопись змея уже с очень опасная всяких эвики не будут работать не работают в принципе что они вот этот угол мешает короче взял подставил брата протоколов защиты нет там еще какая-то бочка бронированная находится на первом ярусе вот это видимо или но я какой-то урон нанесу потому что бочка подсвечивается в том случае если если она кого-то из врагов заденет короче змея меня вытащит скорее всего димку и надо уже смириться с тем что блин не торопись уже и так поторопился что у нас есть чувак обычный который просто будет стрелять второе скорее всего побежит и добежит до дима предотвратить этот добег мы можем конечно овервотчами но маловероятно что удастся три раза попасть из оставшихся четырех вот ну и первой будет ходить вообще змея которая скорее всего будет пытаться вытащить из кавера диму туда что мне нужно мне нужно сокращать раз дистанцию хэвиками для того чтобы хотя бы на следующий ход иметь возможность как-то начать наносить урон отравить еще может чистой теории я наверно мантич вообще близко подведу но так чтобы он не палился потому что лучше чтобы бежали да мантич подходит тут скорее всего стрельнем по бочке ну как бы проверим чё там 4 хита ё-моё там еще сколько осталось и никто не видит большие классный выстрел очень полезный чувствуете хэвика второго скорее все куда-то сюда тут окно мешает понимаете как только как ну подойду сразу змея меня увидит и соответственно будет инфа для остальных чтобы просто сидите молиться чтобы а вот так меня змея увидит тоже да но хочется сюда пробежать потому что отсюда да не нормально отсюда пол хода выстрелы все ок но хэвиков в идеале конечно лучше разделять по направлению чтобы блин как ярко же часа с богом достанется деньги сейчас это миссии на время понимаете тут как бы до цепанул притянул душит два дамага о хорошо этот товарищ просто стрелять видимо будет что он делает идеально ну они просто никого не видят из из остальных вот и все так что мы сейчас туда а вот она как ну смотрите мне бы как-то освободить димку из лап змеи потом им отойти и шмальнуть туда гренок парочку я могу конечно змею порезать вот так а потом ювелирно типа запилить но а ну я не увидел третий пак соответственно так оно и должно быть ориентировочно мы бежим мантичем бьем змею с высокой вероятностью 91 процент змея отпускает диму дима может кинуть светошум в общем то ну самое главное что он оттуда отойдет а потом два хэвика могут подойти и кинуть туда гренки двумя гренками мы убьем точно двоих да светошум пригодится короче флешку ну какую флешку флешка у димы бармалей ну есть вторая опция есть опция просто кинуть туда гренку нет за брата поехали спасаем дюм уклонению змеи не аркадь плезет какая разница уклонение или не уклонение уклонение уменьшает урон который проходит по змее а мне нужно нанести хоть какой-то урон чтобы отпустили вот нанес отпустила теперь дима может уже действовать самостоятельно пожалуйста вот эксперты потянулись из чатика ребята вы чего первый раз смотрите что лик с чем сейчас нужно ювелирно сделать вот так вот так это раз дмитрий михайлов стреляет первым здравствуй хакер хорошо что второй гранат придется вязать потому что да не ну конечно можно кинуть флешку типа на всех троих вот способность вязать не смогут точно сильно снизится но здесь укрытия нормальных нет и все равно будет вероятность процентов 30 что попадет но зато я типа лут спасу если он там был а то что он здесь есть процентов 40 что он здесь есть в этих двоих потому что первый пак мы убили и так ну меньше 40 процентов остается 6 человек у одного из них точно есть лут и двое из них умирают гарантированно от гренки да стоит этой третью пожертвовать тем более что не факт что лут будет достойный выхожу так чтобы точно кинуть гранату пусть это будет не укрытие но пофиг все равно там есть люди без укрытий и закидываю вторую гренку аккуратненько главное чтобы своих не задеть да вопрос снайпер дойдет или не дойдет это хороший вопрос посмотрим там есть ли точки может но уже поздно задаваться этим вопросом потому что я сделал ну вряд ли бы он увидел конечно из-за рейнджа главным образом ну и сейчас вопрос что делать с этим упырем вероятность попадания низкая но если я подойду на одну клеточку то она резко возрастет повысится вероятность пула третьего пака но Дима и так ранен в общем то он за свою жизнь борется на 85 давай второй пак минус ранение леммингом получили повышение получили но так а брюса я буду подводить ближе ближе на крышу сейчас 4 хода но уже передатчик очень близко меня больше интересует что там за третий пак и где он находится прислушаться бы пока ничего разведываем на секторит хорошо но мэг был самым опасным это понятно посмотрим секторит скорее всего с двумя уже обычного солдата и там они обычно и вот а вот справа справа мечник так во первых кто-то сидит рядом с бочкой с этой штукой да снайпер может по этой бочке пострелять самая опасная из всей этой группы конечно же милишник который справа его светошумом надо гасить второй по 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 опасности предстоящей пары ходов это обычный как-то не странно враг светошумом мы заденем только этого но вот вопрос стоит ли это делать прямо сейчас или имеет смысл стоит потому что Дима может он добежит уже вот сюда вот добежит гад у него полуукрытие поэтому скорее всего я по нему просто должен сейчас буду пострелять вопрос только в том с какой позиции я его увижу а я его что-то вообще не вижу слишком далеко но это хорошо потому что и он меня не видит на самом деле есть опция просто отступить на один ход он побежит за за Димкой ну скажем отступаем сюда же да или вот сюда он бежит может не добежать что скорее всего ходы в запасе у меня есть и он неизменно напорится на ну 4 овервотч получается один правда из них будет пистолетный снайперский овервотч и один из них дробовик флангануть дальний меня не сможет хэвика лучше подвести поближе потому что ну хэвика у которого есть граната если я мантича завожу вот так а дмитрий михайлов по сожалению на эту позицию все 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 или перезарядочка сделать нет сейчас пистолетный овервотч важнее короче делаем 4 овервотча и пытаемся выловить выловить мечника что там что там ооооооооо мантич под контролем пришельцы ё-моё понеслась попадает убивает Солдата обычного, но сейчас у меня только два овервотча, блин, намечника, капец Он стрелять будет, что ли? Ой, Димка, нет Надо было уходить за укрытие В общем-то, я думал, что он вне зависимости от... Короче, ситуация... Бесмосложная Короче, смотрите У меня есть граната, я должен ее издать Должен, причем, скорее всего, задевать сектоида Я же не хочу получить сейчас Подожди, а какая вероятность попадания по сектоиду? Поэтому, кстати, 69 неплохо у снайперов Здесь 50% Блин Светошум был у Димки Там же еще дробаш, понимаете? Он так раздавать сейчас будет У бочки сколько хп, не пробьем Ну тут по-любому Давай, Брюс, попади, главное Хорош Пали Два хита у него остается Понимаете, да, сейчас, что происходит вообще? Первое утверждение Я не могу отсюда уходить, потому что мне ходов не хватит, чтобы это все Второе утверждение Я должен гранату закидывать в сектоида Чтобы возвращать из-под контроля штурмовика Который стоит и критует по двум хэвикам При этом, для того, чтобы докинуть гранату, е-мое Я должен Подойти К хэвикам Таким образом, что Меня с высокой вероятностью До меня точно добегает Милишный Ну или флангует он меня Ну он и так, и так, в общем-то Если я буду в укрытии, то он будет Бежать Но мне выгодно, если он побежит Потому что тогда я смогу Хотя разницы нет Короче, надо пробовать сейчас Сначала 50 на 50 попробовать его так убить Возможно сделать поострее угол Дабы Может реально поставить бронированного Аспиранта как альтернативную цель Да, вот это правильно Да ладно А как у тебя Откуда у тебя Overwatch Выиграл 2% Получил ранение Попал, ну слава богу И вот еще Откуда Overwatch? Это мой Overwatch передался ему, что ли? Ну ладно Здесь, по крайней мере, уже Понятно Очень странно Ходжи прошел уже В общем Сектоиду мы сбиваем контроль Ранение получил Ну я, контроль Почему контроль не убрался? Да ладно Он не убирается Мне в чате Рассказывали, что Нет Только от флешки убирается Класс Так я зафейдил в эту миссию Так Контроль теперь Снайперы, в общем, контролят И нужно подходить сюда Фланговать его Убивать Пытаться Это капец Да где крит-то? Ё-моё Попади, 72 Попади, прошу Аспирон Хорош А там был Там был Неконтролливый Снайпер Да В общем Лут Собираем Это капец Стука ранений Я в шоке Предстоящие две точные миссии Мне придется Так терпеть Да заткнись уже Как вот отключить Этого упыря Ну, неплохая вероятность Лут Соберется сам Один ход Сейчас миссия закончится Отчеты по уничтожению Остатков Отчеты, описывающие Массовое распыление Неизвестного вида отходов Три ранения И одного лемминга Потеряли Вот это начало Трансляции Капец Серьезный 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 Вот сейчас выбор В точности Вероятно критического Удара с тени Давайте удары с тени Фантомы качаем Два приклада Ох По единичке И лазерный прицел Ну, хотя это Простой и лазерный Hello Камашом эндер Так Один день Перекидываем Да это бред Мне сейчас нужно Наверное На базе стоять Получать бонус По лечению Да там Черный рынок Открылся А что мне Про разведданным Вообще дно Капец 10 19 30 39 39 Я так попал Я так попал Ставим новый и новый трайк, какая в новую? Так, центр военных технологий Инжа Закидываем туда Но это все равно вопрос 20 дней Здесь надо делать питание 60 материалов получили Так Нас, во-первых, офицер один ждал в штабе Но у меня на это нет денег Можно на черный рынок полететь Поискать И попродавать Ради бабла Плюс там теоретически Заразовы данные, я могу еще кого-то приобрести Так, обучение БСП проходит Хорошо И сейчас мы еще одного товарища поставим учиться В партизаночку БСП Ох На снайперов Как вот одна миссия поворачивает просто игру к тебе задом Так, черный рынок Окей, что там есть? Продать Продать Я скорее всего кэш данных продам Я понимаю, что это разве данные, бла-бла-бла-бла Но это мне даст Бабло А кэш я все равно исследовать в ближайшее время не буду Так, а что можно купить? Магниточку ускорить можно Может быть и стоит магниточку Я понимаю, что я тогда смогу подключить в ближайшее время только один регион Но магнитка на 40 дней Поехали Так, и теперь один регион пробуем подключить Да, очень похож, кстати, Фьюри Сейчас миссия будет сложная За рейдом Рейд за материал Вот ее, типа, можно пропустить Я посмотрю, кто у меня там есть Два хэвика есть уже хорошо И три лемминга Получается В принципе, я думаю, можно пройти И я хотел текущее бабло Думал потратить его в партизанской школе Там можно бонусную экспо купить Опытный убийца 150 материалов Но в этой миссии мне фактически некого качать А деньги могут пригодиться Например, на покупку инженера или еще кого-то Дмитрия Михайлову поставлю Улучшение Единичка урона Кто у нас еще останется? А вот непонятно Даже БСП он, как бы, новенький Так, ладно, хорошо, полетели Сейчас будет то же самое, что и в прошлой миссии Только не на время И вместо опытного рейнджера, снайпера Хэвика дополнительного У меня будут три лемминга А так все то же самое Ларочка пока на баге у нас Застопилась Которой быстро пофиксить не удалось И мы ее отложили С другой стороны Сейчас у нас есть возможность Тапнуть новых Трех новобранц Надо было, наверное, второй светошин купить Так, снизу тупик Нам двигаться ориентировочно Прямо наверх Поехали Ограничений по времени нет, поэтому Без лишней суеты Два раза промахнись Слева Черт, там что Мэг опять Похоже, что Мэг Дверь откройте, кто-нибудь, ребят Кому не сложно Да, двигаемся в правильном направлении Солдаты пока тупают Что-то я напрягся Ну и правильно На самом деле Опа Кто это? А, два обычных Один милишник И, собственно, вот отсюда транспорт А, это что-то вроде базы Это не транспорт Окей Опа, мутон уже Оооооооооооооооооооооооооооой Кабец Они три лемминга С этого пака Надо начинать он капец какой опасный так и здесь близко да а тогда перегруппироваться направо чисто теории мы то он может и успеть обойти вот вот так вот если пойдет черт да это дичь пошла позиция кинфарм мы сразу два пока они уже не разойдут хорошо что я ушел там могли час спулей фланга отойти обойти так чё делаем ты реально хочешь другим паками воевать очень не хочу очень а рингтеда логей но походу ходу мне придется я ставлю пацанов так чтобы можно было гранатами в следующий ход блин уже могут с ванга обойти хотел просто хэвика сюда подвести еще поближе так это почетный донатер нас эксперту хоть поближе в пуле двух паков есть свой плюс если они прям вместе будут потому что можно будет так с это шум закинуть в этом поднимается прикольно так аккуратно если еще эти подойдут на те уходят увы в принципе они так и так сгруппируются так что надо на мой взгляд именно в этот ход инициировать только перед этим нужно я думаю дистанция такая чтобы так дмитрий михайлов будет инициировать скорее всего отсюда и за фулл кавером бспм идет вот так эксперт то эксперту под полу укрытием вот это это плохо его пожалуй сюда поставлю что работаем давай выручь overwatch болея на может не стоит сейчас прям буллите в идеале мне нужно сделать так чтобы меня заметили и я на overwatch их пил пил давайте ход подожду потому что у меня один товарищ не работает пока возвращается очень кучный идут конечно очень все под гренку но сейчас пожалуй пора увидим работаем ребят с богом хорошо бы сразу от мелочевки хотя бы от одного из двоих избавиться но хрен из 2 я попал там у бутона такое количество хп ты попадает хорошо на там армор попадает бсп тоже на шестерку еще overwatch сверху как-то сверху то не попал эксперта ну а тут флангуют сразу же капец я специально оставил тут светошум делаю светошум но это уже аркада пошло очень сильно рискует дни про михайлов гранату кинуть мутон уже не сможет с точки зрения попадания вероятность довольно низкая процентов 30 но попасть может конечно Две паники Нужна была другая дистанция у Дмитрия Михайлова Смотрите какая ситуация Надо подходить кидать гренку Подходить ориентировочно на две клетки Лучше конечно на три Потому что я могу не достать Да, на две я не достану Проблема в том, что на две клетки нет нормального укрытия Хотя это вроде три клеточки Могу не достать И скорее всего надо будет обходить и фланговать пытаться Надеясь на крит Не, я вообще никак не достану То есть мне нужно максимально подходить Вот так, кидать гренку Ой, да ладно Ты скажи еще что-то по-двоему тут не попадаешь Класс Капец Ну выбирая между Нужно конечно мочить мутоном Штармор мне нужно как-то снимать с него Вообще нужно валиться Этой миссии было Не брать ее изначально Потому что даже если я разберусь С этим паком Дальше будет хуже То есть хуже чем мутон не будет конечно Но Тут еще укрытия нет никаких То есть я Если захочу флангануть И своих подставлю Своего подставлю Но мне нужно разбегаться отсюда Потому что гренка залетит Черт возьми Может эвакуироваться Сбросить сюда точку Убрать вот этих вот двоих Потом как-нибудь То есть я даже если обойду сейчас фланга Подбегу Кстати подбежать вплотную Эта тема Тогда я точно попаду Да это Так какая Нафиг Разница Если все равно мне Нужно разбегаться Ты издеваешься 75 в упор Мутона защита 10 Если критонет убьет Да подставился Под этого чувака Но он может на морали Свалить У него дезориентации уже нет Так что он стрелять будет Нормально Отступает Ну может отстрелиться Да будет отстреливаться еще А нет Просто отошел На новый пак Но это ладно Но сейчас нужно принять важное решение Оно заключается В следующем Мы валим Или не валим Есть еще 3 гранаты Поэтому скорее всего не валим Я думаю надо фланговать Милишника в первую очередь Как-то вот так И ловить его на овере 65 Давай критонет 65 плюс 40 Давай Руш 7 хитов Но тогда он не добежит Скорее всего из-за овервочей Один хит остался всего Так все остальные Просто готовятся К Приему Может даже кстати Наверх Уйти кем можем Да я Пожалуй Черт Давай в пол хода Это сделаем Здесь тоже свалил Потому что я так и так Под овервочем его Нет Ну хэвику то не надо валить Хэвик просто здесь Стоишь на овервочи Овервочем Овервочем С богом Тул кавер Хорошо Держимся Первый из трех Ринжовых Походил Блин Вот сейчас они овер Могут снимать Капец Это плохо БСП стреляют Поэтому надо было Его отнести Вот поэтому Чтобы Не ловились оверы Хорошо Это второй Милишного дайте Милишного Вот он Давайте ребят Стреляйте 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 Ну 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 Вашу ж Мать Капец Как меня проперло Что вы такие Слопоки Я в шоке Собираюсь наверх Собираюсь наверх Тут бы отступить Флангануть Но это чушь Конечно Мне нужно будет Мне надо его убивать Сейчас 66 Погоди По-прежнему По-прежнему Ключевая опасность Вот от этого Упыря Вот так похоже Надо делать Пофиг Что полуукрытие Но зато Блин Я же с фланга Там могут обойти Да пофиг уже Обойдут тебя С фланга Пофигистые Спасти можешь Да Хэвиком Можно пострелять Подставившись Не Не факт Что подставившись Вот так вот Нормально зайдет Да Трачу гренку Потому что я Идиотское решение Принял Абсолютно Так Копейщика убили Здесь стреляем Да Как можем 66 Молодцы Повышение Здесь Перезарядка Плюс Нет Просто Overwatch А тут Просто валить За фулкавр Михаил Фулкавр Не завезли Поблизости Его нет Либо Возвращаться За прежний Либо Тупо Пытаться валить Но Тупо Пытаться валить Это тупо Я возвращаюсь За прежний Гениальный Ход был Здесь Ей Ей Это тоже Только не попади Главное Спасибо Все Я его флангую Тогда получается Скоричь Но еще же Один с одним хитом Да Остался Тоже не выбегал Он скорее всего На овере стоит Перезарядка Овер Тут Ханкерю Лучше Перезарядка Овер Перезарядка Овер Все Провоцируем Этого товарища Подойти поближе Он какой-то Упрямый Ладно Я Человек Не гордый Еще посижу Этих на одну Линию Хочу просто Вернуть Чтобы Если они стреляли То стреляли Одновременно Подходи Подходи Далековато Мне кажется я какую-то хрень делаю Но не могу понять Какую А Патрон надо было считать Михаил Ладно Ну теперь точно Его обходим Вот так У него патроны Закончились Дубасы 84 40 крит изи как визит остался еще один плюс еще пак учитывая то что я уже один круг все не очень хорошо так двигайся мы вот в сторону этой базы ориентировочно повторюсь ориентировочно еще там четыре человека топа заметили туретка где-то капец я против туреток опа можно было перенести юнита вообще мне нужно хэрик сюда подводить здесь вообще сваливать чтоб туретка не стреляла ни в коем случае подводить хэрик чтобы он смог гренку кинуть и подходим вот так вот накидываем накидываем давить давить работаем у туретки точность очень низкая так что если под full cover упадет может упала да еще урон получила но вижна нет теперь по туретке причем если ты блин не видишь туретку это не значит что она тебя не видит уже проходили такую хрень но на этот раз все таки все в порядке там простые не видим мне показалось я начал видеть то что может не будет третьего пака может просто две туреточки будет оставшиеся я был бы не против это не туретка шумит идут 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 overwatch пошли обычный солдат и кажется змея судя по попадаем попадаю попал на 3 хита а нет какие 3 хита это как раз тот который да да змея это тот который за паком шел но ребята где overwatch ваших дивизия капец я встрял кажется надо всеми отступать на шаг и гранат граната есть только одна бутейки в принципе можно зарядить гранату сюда тогда мы пойдем по змея и по туретке да но мы можем снять стенку так сейчас секундочку я же не открыл страницу канала там могли озвучивать ну смысле мог быть донат да там голову чёрт чёрт ё-моё я так за фейлил опять так голым я тебе на счет начислю соточку рублей чтоб ты смог еще разок по желанию задонатить поехали ясно то редко необязательный противник был бы понятно ну короче я хочу на шаг отступить а может быть даже кем-то и на 2 чтоб меня не выцепили все ушел голым поддержал ваш канал на сумму 100 рублей привет сегодня в обычный пятничный день до меня дошли слухи слухи о том что некий михаил решил перевернуть вселенную и поставить точку в одном деликатном вопросе якобы он решил уничтожить всех ксеноморфов но мы то с гендальфом знаем что майкер и ушел на классе короче там змея на овервоте стоит эти хорошо флангуются но мне нужно сначала гренку докинуть до змеи ой как туда гренка хорошо должна зайти тихо 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 не попадаем да ваш уж я думаю лисориус должен снимать овервотч просто бежать и снимать овервотч на рывке чтобы человек с гранатой да ваш уж ты как как вы попадаете то вообще все это а не паникуем не паникуем так бсп пошел на мид ты подходит кидает гренку скорее всего не докидывает классно это кг на всякий случай делаю точку эвакуации блин блин и фланганут но никак просто все не добегаю тупо я щас выцеплять змея будет хотя я могу сейчас попытаться тупо свалить вот так вот хреново в общем ну тупая тупо свалить сделал это как раз тупо ползут горит овервотч 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 это не среагирует скорее всего они меня только одну клетку видят идеально снимаем овервотч у змеи убиваем одного еще змею сейчас можем флангануть повышение отлично но я не могу флангануть змею по крайне мере с этой позицией потому что напарюсь на овер солдатам а там два овервотч помочь sp4 что там у меня бак какой-то от блок стоит но реклама все равно показывает по фиксе полоза отлично у меня заготовочка для тебя специально в чате есть такой такой наглец так вообще у нас такая аудитория знаете она прям ее нельзя не любить и и и тема в том сейчас что даже если я флангану змею вероятность того что я критану не высока ну и соответственно вероятность того что я ее убью после крита тоже не высока а при этом для того чтобы попытаться это сделать я скорее всего в этих самых попытках умру мне нужно а ну хотя я могу вот сюда вот подойти и пострелять тогда овервотча не будет зачем мне вообще кучковаться там же яд будет я не буду стрелять на овере я могу бачком дойти сюда и пострелять по человеку под полу укрытием или забраться наверх а там переградили путь мне наверх я не заберусь а здесь нет точек с которых я змею вижу да ну конечно а если назад сюда скажем так о есть есть точка с которой я вижу змею и по клетке вот так вот не должен сработать овервотч я выхожу айда майкер айда смотрите попади только крит хорошо ай ну мало ну два хита осталось ребята живите просто живите прошу вас о не удалось схватить тэй но она еще будет скотина стрелять скорее всего хотя может овервотч отлично идеально так овервотч ну вы дебилы ой извините пожалуйста извините ой вот это опасно самое действие сейчас я еще сейчас эту миссию пройти могу фу хорошо молчать дура да значит мы стреляем мы оцениваем вероятность самая опасная это змея 90 процентов тейка снимает змею ой там лут еще дальше второй по степени угрозы товарищ слева ну очень и моя обойти может нет не успевает одной клетки кажется не хватает хорош овервотч сняли 3 урон нанесли будем просто по нему стрелять а он тейку обходит вообще-то она постреляем 50 на 50 давай бсб прикрой хорош молодцы только сначала надо было стрелять бсп потому что его пушка круче если вероятность одинаковые все остался один плюс турелька не забываем а доп действия не доп действия просто эвакуация следующий ход следующий ход убеги упырь я буду стрелять нет овервотч так 46 да пробуем чего уж е эта миссия практически ну я обречен был изначально все а в результате выкрутились только одним а двумя мы потеряли двух лиммингов да ну я на эту миссию летел с тремя лиммингами с двумя офицерами офицеры кажется один офицер умер да ну там такой офицер с базовым званием нет нет не считается если врагов не остается а дмитрий михайлов умер эксперты становятся штурмовиком тэй тэй становится хэвиком и получили сплавов много кстати их можно толкнуть на рынке они сейчас в цене материалов много мы заживем бутонов скрыть можно так думай думай материалы есть хорошо инжи заняты центр военных технологий делаем возьмем баф о контакты с сопротивлением я скорее всего о установлю сначала контакт о титан вернулся это первое из четырех раненых серьезно подключили регион скорее всего слетаю сейчас на черный рынок и бабла ради нет бабло мне как раз сейчас не нужно я могу слетать туда и ресурсы скоро добавятся сейчас будет просто террор скорее всего бесса обучилась сейчас мы возьмем еще одного лемминга если конечно там есть кто-то из один антон беликов на второго спеца специалистов нет команды ухю контакт вы дологу и так капрал сергей щербаков и доктор ольга семенова вот сергея щербакова капрала это же звание опять же клинное звание звание кажется дается минус два от максимального твоему как то так оооо понеслась три события первая система шифрования да разведка экипировка до броня ок и скрытые события которые мы никак не можем открыть материалы игнорим пока хотя материалов много можно доктора взять когда магнитку ускорим еще а что это взлетно-посадочная полоса контакты с сопротивлением скорее всего это разве данные нам дадут а а а магнитку я уже ускорил нет в принципе ученые же влияют на скорость исследования а задание инженер павел рюмин очень важное задание сейчас надо взять бонусы в партизанской школе ну кто у нас есть титан только вернут вернулся остальные все плохо давайте титану навесим навесим улучшение оружия урон при промахе в частности в партизанской школе берем как минимум опытный убийца так подчеркивание арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей это подтверждает что некая тайная организация хочет поработать мир именно к ней принадлежал небогнутый секта под ваша миссия если вы возьмете за ее выполнение встретиться со своей судьбой и уничтожить угрозу удачи мистер мальчук это сообщение самоуничтожится через пятьдесят четыре тысячи триста двадцать один так с пробелами зафейлил вообще о боже кстати я забыл про важный апгрейд в партизанской школе на дополнительный лут который надо было черт знает когда еще сделать 10 у enqu kto 54.421 топич беру один свиташи ум в общем-то и Может быть армор взять Учитывая двух хэвиков Не, лучше так Короче, еще одна миссия Когда у меня нет нормальных пацанов Качать нужно, конечно же, Титана сейчас Я так Прошлой миссией зафейли Просто так усложнился жизнь Просто Расхлебываю уже Уже сколько Вызвали тебе пай Ой, сори, ударил микрофон Вызвали тебе пай из тюрьмы Собственно, эвакуироваться нужно Достаточно сложная миссия Я пошел обратный отчет Часки Это 38 дней, если в секундах Уже посчитали И это еще причем новый месяц То есть тут Мутоны жирнее Змеи чаще И, возможно, будут еще новые Юниты Прилетели, блин Итак Сколько ходов? Йопер СТ Очень далеко 12 ходов На том спасибо Так Конца и края карты Не видно Я нахожусь Аккурат посередине Блин Но Слева Поближе Этот Конец уровня И тут еще есть Вышка, которую можно сломать Плюс к этому Зона эвакуации тоже находится левее Поэтому я, скорее всего Начну постепенно сдвигаться влево Парочка пацанов пойдет Скорее всего наверх На крышу здания Снайпер плюс еще кто-то Проверяем, что внутри Забираемся наверх Блин, я ты так подставил Нейсиман поддержал ваш канал По сумму 105 рублей Индивидуальная воля Сильна лишь по стольку Поскольку согласуется С силой более общей И более значительной Да, прибудет с тобой сила Да, спасибо Трех завожу на крышу Да, спасибо Трех зава Готя авгу Ух Снижал Снижал справа так проверю слева нет ли кого но вроде по звукам никого не было но уже было такое что вроде никого не слышно хрена с 2 стыдно вот так прыгать о вижу двухмерных сушки я тут хорошо бачком прохожу мы выбрали главные двери не открывать папа мэг хорошо здесь нужно на мой взгляд подходить таким образом чтобы на следующий ход хэвик заряжал хорошим нужно сюда вообще подходить я могу же спалиться не буду рисковать подойду лучше вот так его сверху гренкой только не прыгать отлично есть протокол блокировки кстати у нас же олег купцов есть и и можно еще посмотреть что по взлому какие у нас есть тут варианты опции так скажем а отряд получает раскрывать позицию отряд получает обратно все потраченные в этом ходу очки действия 50 на 50 при очень классным на один ход баф но нужно ломать тут видите не дробь а раскрытие позиции хотя может быть они меняются вроде не меняются и так я хочу как-то зарядить вот так да они упадут упадут при этом желательно конечно чтобы я при этом был за фулл кауэром ооо а это от них вижен да надо хорошо раз здесь точно агро оч вот у нас не будет ходить купцов потому что он может как раз и флешку кинуть и заблокировать этого а сколько сайте блокировка то будет на бэка невероятность интересует вся заглушением пока не будем я же вроде не пули его так ну чё подлетел там какой-то дроид ничего страшного нет согласен я просто среда точен что может этим оставить до этим остаюсь здесь короче смотрите мы оставили двоих инициируем раз господи это серьезно поймай о о обычный умрет точно то есть ему никуда не деться а вот что будет с меком а не обычно не упал мэк упал обычно не упал я по нему не достал ну поехали 3 овервочем отлично давайте ребят попадаем только хорош мек кажется минус уже а верх ничего ну кто-нибудь ребят снайпер там сверху есть подыщ отлично норм да и ведь ход в запасе а если я сейчас взломаю штраф будет тоже на раскрывание позиции или на подкрепление раскроет позицию но я предлагаю тогда вернуть потраченные очки действия давай ну конечно подходим первый пак один из один из опасных был уничтожен мы рядом с випом находимся но вот эта аллея по которой предстоит двигаться она мне очень не нравится виду отсутствие фулл каверов до дальних елок поэтому продвигаться я планирую вот так бочком 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 ну вот здесь видите раз кавер два кавер бэску пока оставлю на месте боюсь я боюсь я лишнего увидеть так как я туда попасть то могу дверь дверь да мне нужно сюда заходить или стенку гренка снимать вот так чтобы вот типа не задеть ладно снайпер надо подводить тоже будет стараюсь максимально сейчас вообще ни у кого вера очень нет змея внутри кажется даже второй этаж что вскрываем ну чё там никто ничего нет что ли не верю заходим я куплю живой так я хочу специалистам подойти и дверь открыть дистанционно а и по получите небольшой запас внеземных сплавов или большой лучше как говорится бобер в руках и был прав вип у нас инженер это локи у нас все инженеры локи стоит ли подходить ближе стоит да как ни хрена себе не по крыше гуляют виска давай я знаю что маловероятно фиктует обычные с солдатом но это неприятный такой сюрприз прыгайте там еще один овервотч тогда будет о нет двумя солдатами ну овер ой тут не один овер тут еще хэвики увидели о есть минус один минус два молодцы ребят но все кто это жив повышение окей открываем дверь так у нас в общем то много гренок и я бы попытался снять укрытие хотя оно не снимется на самом деле может даже имеет смысл в стенку шмальнуть ну как то типа вот так ну не совсем так но так или греночка или порезать столько вариантов узнаете я сначала взрывать а потом уже да вот ты максимально двигается выходит из этого помещения и выцеливается гренкой гренкой конечно хочется и сектоида задеть и стенку снять есть такая точка вот так вот ну там вроде как он стоит за колонной нанесущей нет нет колонны никакой кого я там хотел качать специалиста да но чтобы качать специалиста я должен блин видеть сектой да я его не вижу поэтому выпендриваться не буду стреляю бской из снайперской винтовочки и один хит кстати специалистом я протоколом атаки то могу в общем то что то сделать правильно вижна хоть и нет хотя как я без ой там еще один нет вот это фейл их там не было они подошли капец сейчас туда нужно кидать флешку там милишник змея там два милишника господи так не расслабляясь михаил михаил не надо но это последний пак светошум зайдет по всем надо освободить не подумай кто у тебя не ходил бсп титан титан и на эксперт все то есть титан у нас ориентировочно тупо кидает светошум находясь без укрытия и мое раз я попал эксперт это скорее всего должен сектоида добивать то есть он должен освободить это место для хейвика чтобы он туда зарядил и при этом сектоид во фланге это не прикольно поэтому я поехал резать 88 да ёпп прст выхожу хэвиком поцеливаюсь еще гранатой а как перезарядка что-то несешь так а кто опасней а тут только двоих можем задеть поэтому стреляем вот так дробовик милли 100 процентов кстати данный было там до мили бы я не довел но кстати там скорее всего такая и была бы вероятность я от него на пол хода где-то в 3-4 клетки находился поэтому 100 процентов там бы не было ну все капец главное чтобы сектоид сделал какую-нибудь чушь контроль зомби но не стрелял хорошо на на контроле змея подходит стреляет нет sin живем не очень опасная пушка все они должны в мили добежать все должны те постелять которые оберн陽оч отлично снимем что вечер стреляет не 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 нет и подкрепа сейчас еще сюда принятие титан только блин из лазарета вернулся только вернулся из лазарета и туда же он и отправляется первый приоритет убить сектоида учитывая то что здесь надо перезарядиться и кинуть гренку докину гренку докину гренку перезарядка бросок гранатов так главный сейчас еще там же подкреплены моем эти там титан скорее всего full cover и протокол нападения у этого вербоч конечно ты забыл все я нужно сначала кидать гренку снимать overwatch класс и хэвик который должен был кидать гренку он панике сейчас мили полезут кай а 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 игрок скорее всего одного милишника надо снимать при этом да снимать у него хп снимать стенку и пытаться хэвиком давить вообще еще в вип уме стоит блин может я випом добегу в эвакуацию не успею но full cover там стенка еще может сломаться она уже сломалась но у випа как раз время есть то есть он может отступить здесь надо думать либо мы подводим хэвика вплотную ставим на овер и надо ловить лучше здесь на уверен подкреплен одно неправильное действие чуть вот на пару плеток сходил не так и все и все пошло наперекосяк еще три человека офицеры два лембинга overwatch который должен был не в того блин лететь сейчас будет вообще же сейчас два милишника вырываются змея цепляет это будет грязь спаду ли штурмовика он за стенкой ну нет мимо 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 прошу мимо глушение так ну и пас остался последний который скорее всего побежит туда же да нет на тэйк вот держи стой радин d3r поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша мишуня мишулечка да блин не беги титаном в полное укрытие там овервотч надеюсь я не опоздал експерта жив ты без сознания подпаникует вокруг огромное количество врагов ну тут точно нужно адвент пытаться убивать потому что если сработает крит то он только возможно возможно стоит а я не могу ну короче здесь точно такой выстрел надеюсь на крита нет хотя модификатор у него на пушке стоит а это все общем-то кем я могу ходить провал ну снайпер стреляют скорее всего поэтому потому что он обходит с фланга паникующего биска попади прошу просто попасть 73 спасибо большое нас но еще пять человек 5 сейчас убивает а слушайте неплохо отравление мимо хорош как держится красавчик нет ну не надо нет только не к випу нет мой инженер два хитая держимся у так эти трое походили осталось двое неужели панику овервотч овервотч не забудь скотина про овервотч так только не паникуем пацаны не паникуем и поднимай лут тут яд идет господи есть еще шанс так личный баг ладно мне нужно ну что не стоит кстати скорее всего мне нужно вот так вот кидать и на верхнего еще пытаться задеть на второй ярус пытаться попасть только убедиться в том что я реально задеваю нижних то есть стреляя по второму яруса и задеваю двух нижних вот так вот это будет минус 2 и змею пока цинь в смысле минус 2 и змея остается хорошо так бэска может по офицеру попасть куда там по копейщику 71 до остается два человека остается ребят да и 3 хода мне нужно жертвовать на эксперта к сожалению то есть он так отравлен не выживет я хочу им попробовать змею дорезать но игру очень снимаю варианты есть другие бсп как-то глючит варианта вообще нет но я могу конечно пробежать випом давай с богом опасно да есть выжил давай еще четыре у хита нанеси ему 4 хита 4 хита ядра и лере тут лут еще оказался какой-то непонятно что там зовут так и вопрос мы випом то бежим или не бежим мне не бежим ханкер заканчиваем вход да этот умирает он не так умирает понимаете от яда да ладно это держись капец убей его убей его убей его смотри с фланга давай 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 эксперта ну что ж такое ну короче первое что делаем это но мы теряем тут без у теряя вообще все бежим випом для начала да вот так бежим випом перезарядка получается я не успеваю добежать то есть быск у нас остается по-любому а бс по еще может спастись афирма тихо главное что пиво не грохнули час блин какая миссия адская один ход не паникуем все а бсп это тоже не добегает капец летели в пятером за випом вернулся один может когда-нибудь мы своих вызволим но не в этот раз блоки это все для тебя если ты смотришь все для тебя я что-то ходишь слышу нет да джима пэр мишель нулевого хода нет оценка хорошо то есть главное спасти випа на самом деле на это все пустые места просто никого нет господи я никогда бы не полетел за икском воевать под своим руководством никогда бы вообще посмотрите на это картина называется прилетели вот сейчас она будет с этим миссия выполнена хорошо павел времен чем эндер так что я хотел понять куда локи закинуть надо сейчас лиммингов набрать реле питания бустит смысла нет все равно как бы строить не удается надо чистить буду чистить там где сплавы 60 дней стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп а не 30 ли требуется если обычные 30 тогда лучше побыстрее получить до миксу составу два-три офицера у меня был один офицер бендер и он умер в этой миссии но спасибо за совет капец это все это не это не все по 40 материалов и на самом деле мы там можем одного капрала взять да доступный ресурс здесь ученый сначала ресурсы потом штаб берем персонал специалиста сергей щербаков это хавк ну капрал блин можно взять бонус сканирования посидеть дома быстрое лечение сделать уткин вернулся блин так повышает стоимость разведданных и кажется а вот ученого дают тут дают бабло нормально легко но разведданные если я регион не подключу что мне нужно брать эту миссию берем трех леммингов каких трех леммингов одного лемминга ты можешь здесь и и и и и и Я же не успею в черный рынок метнуться, правильно? Труп вайпера на доуровневый жилет. Отлично. Отлично. И что у нас получается? Еще нужно 13. Да? Да, и тогда я двух леммингов еще куплю. Так, ничего страшного. Ну, то есть страшно, но как бы еще не все потеряно. Можно еще, можно. Можно. Выползти. Беру бы, нет, бани ворон, такую миссию я не возьму. Сокола возьму. Эльдару возьму. Так, ну все. Все, пять человек у нас есть. Пять человек у нас есть. Три из них лемминга. Один специалист, второй снайпер. Причем, хэвиков нет вообще. Причем, хэвиков нет вообще. Просто нет вообще хэвиков. Я возьму светошуловую, если он, конечно, есть. Вроде была. Но я, кажется, погиб с ней. Поэтому лесом. Все, ребята. Это будет очень сложно. Очень, очень сложно. Но выбора нет. Будет для меня хорошим уроком на следующий трайн. Как нужно и как не нужно относиться к каждому действию. То есть тебя прям вот... То есть ситуация, с чего все началось. Да, даже вспоминать не буду. Короче, каждое действие, каждый ход должен быть осмысленным. А что там с хромакеем? Потемнело, видимо, из-за этого. Да, хромакей начал рябить. Солнышко село. Ой, могу же свет включить. Недостающий. Нормально? Вообще шикарно. Продакшн. Я даже взмок. Испарином на голове. Появилось. После этих миссий. Фух. Итак. Уничтожить его. 8 ходов, скорее всего. Маскировочка есть. Сразу позиция от снайпера неплохая имеется. Тут тупик. Тут тупик. Мы двигаемся прямо. Просто вот без... Хотя... Может, эта штучка использовать? Там ковров побольше. Да, поехали. О, можно сломать. Очень быстро продвигаемся. Мне это нравится. Ой, да ладно, я... Нет, снайпера не стал. Это хорошо. Мэка, слышал. Так, офицер... А, нет, это милишный. Это милишный. Оцениваем, что там по взлому. О, тут две вышки оказывается. Читают, что миссия на время. И эти вышки могут боком выйти. Опа. Ничего себе, дезориентация за 60%. Но подкрепа. Дезориентация на два хода. То есть, все под светошумовой. Но вот минус этой хрени в том, что ты же должен этим пользоваться тогда, когда ты ведешь бой. И представьте, ты ведешь бой, рассчитывая, что вот 60% дезориентации, и тебе станет типа попроще. А вместо того, чтобы сработать, дезориентировать текущих противников, прилетает еще. Это будет серьезная такая неудача. Ой, господи. Хотя можно прямо сейчас попробовать это сделать. Пока я типа еще не спулил, но могу в любой момент это сделать. Пожалуй, да. Так и сделаем. Есть. Ох, можно было взять под контроль врага. Дезориентация пошла. Сколько их там? Солдат, копеечек, солдат, вайпер, солдат, копеечек. Человек 10 здесь было. На них действительно дезориентация, и сейчас нужно действовать. Нужно действовать. Ну я типа в маскировке еще. Е-мое. Он там же еще не один. Всяко. Ладно, давай посмотрим так. Еще одна, кстати, вышка. Фаиндящая группа Индект. Ой, я парасите. Кажется, я слишком много на себе беру. Учитывая это, что мне нет. Хевиков. О! Класс. Очень плохая позиция здесь. o. Кatically, Вот. Ой. 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 я попробую спалить только ближних слева по нему и вероятность у снайпера была выше 77 овервочек или не овервочек еще вопрос соколиком овервочек и пока все с богом надо пользоваться что они дезориентированы хорош 5 урона сразу же троечка осталось но вы спулили беги 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 там один овервочек а там еще один стреляем по обычному сокол попадает на трешечку неплохо и дискали напрашивается гренка на милишника хотя он сильно не угрожает протокол нападения можно юзнуть ледокол в общем то может подойти поближе и гренка попытаться забрать двоих но они стоят он может по дальним стрельнуть гренкой стоит не стоит это пойдет с флангой будет стрелять вероятность попадания довольно мало да надо просто убивать сейчас используя гренки посмотрим таким не докину хрен из 2 я докину ну тогда просто дело не так повышение здесь вероятность что-то плохое 36 ерунда в общем выходит вполне возможно стоит даже с фланга могут пробить правда нет оттуда меня верить не будут но я по крайней мере тогда смогу следующий ход более активно действовать ну и вопрос товарищи мартстоцкий делать ли что-нибудь скорее всего нет просто терпеть пока действует дезориентация овервотч овервотч ой господи дезориентация по-прежнему сколько там 3 3 8 человек осталось овервотч стреляет может по соколу змея соответственно не может ничего там попал на 5 артстоцка молодец пол хп как с коровы языком главное сейчас не попадет дезориентирован укрытие процентов 15 машина горит ооо сейчас по машине может второй раз зайти от двоих этих упырей они же точно не попадут значит промахнуться промахнуться они могут по машине попал скотина тоже вероятность процентов 10 наверное 15 да ребята вы что делаете вы дезориентированные скоты ледокол давай хорош дезориентация уменьшает точность на 30 она сидела еще в кавере 20 у обычного этого 65 точности как бы пятнашечку попали и потом второй раз попали тоже где-то 20 . это не круто совсем когда такое происходит дезориентации на следующий ход уже не будет сюда явно нужно гренку закидывать нужно как-то со змеей за разбираться возможно ломать следующую хрень нет налево нужно гренку кидать сто процентов отсюда гранат не докидывал отсюда могу докинуться отсюда могу докинуться о минус 2 очень хорошо что четверка прокнула повышение соколик получает так есть протокол защиты есть гренка но есть еще гипотическая вероятность взлома вышки но отсюда я гранаты не не докинул докинуть сейчас посмотрим можно ли сломать эту штуку нельзя сломать эту штуку класс прибежал я моя а снайпер а что снайпер снайпер всем машина горит машина уже взорвалась машина взрывалась вы не пугайте мне не взрывалась вы правы вы правы это провал еще пока но веру оч Это не очень хорошо Я нахожусь Я нахожусь Молдивные холстилы, вверх в нашу позицию Я знаю, что мы в Overwatch Но эти товарищи все равно смертники Кто-то должен убивать Может новый трай реально начнем? Да, давайте Все Поехали Легенда Без комментариев Терминатор Бонневур, Абвер, Беса И то ли Холли, то ли Женька Первая миссия Попытка там какая-то номер десять Ну принципиально только, наверное, вторая То есть то, что мы там Не после первой, не после второй миссии Или третья Кажется вторая все-таки Ну вот это третья уже Прошлая была вторая Нашибался я где-то в пятой, в шестой, в седьмой миссии Причем так, к ряду Начало неплохое Сразу видим пак Находимся на возвышении Да, Бонневур Женька Шбеска И Абвер Отличная тема Отличная тема Три отличных специалисты И Бонневур Это очень круто Это отчет Отличная тема Отличная тема Роджер, у меня есть глаза Куда они ушли? Куда-то Полу-полу Сейчас увидим Они там стоят, смотрите Я понимаю, что там нет укрытия Верхнего Но тем не менее Так Какие-то они Не особо расторопны Ну Хорошо Да как там не было Да иди ты нафиг Вообще Там я специально убедился, что на ячейке нихрена не Они Ааа, отлично Это капец просто Что за баги? Ну вы видели, фулл кавер И за ним как бы не было ни хрена Да щас фланги и все И гауре Да иди ты к черту Бесят, бесят баги Бесят, бесят баги Когда от них зависит, блин Судьба Трайя, такие классные пацаны, блин Может, тут кипачи дождешься? Не факт, что там поправлено будет Тут такое количество багов, что Что-то, которое будет шагать на тренклую маленькую утопию Адвент Убилит все эти годы Счастливайся координаты И нейтрализуй все хостелые контакты Файер-бранд будет в районе для вашей экстракции Так ладно Можно было не подходить Так, подчеркивание Арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Мистер Мерчук Вы не справились с поставленной задачей Руководство дает вам второй шанс Ваша миссия, если вы возьметесь за ее выполнение Ликвидировать все силы противника Заложить заряд С4 И подорвать надежду чатика на фар Удачи! Это сообщение самоуничтожится через 54 321 Вот толстый тролль какой-то Причем не толстый, его же поддерживают Значит Так, видим сразу противников Эти ребята выполняют Большой силы, которыми мы боремся с ним Они обеспечены и хорошо обеспечены Но их обеспеченность делает их впечатляющим Переходим в позицию Понятно, перейдем Может, постреляем сразу же? А, у меня укрытия здесь слева нет Так, кто-то стелепортировался, кто-то прошел пешкарусом А, еще Пак Это опасно, мне могут Неплохая такая провокация, на пострелять Перегруппируюсь таким образом, чтобы Пониже была вероятность спалить Поехали Поехали Молодцы Ребята Лут Блин, лут далеко Так, значит, за лутом я побежал к самым крайним товарищам Здесь оберочен Так, у нас Станислава, Рапонга, Слон, Тей и Дмитрий Мирчук Молодцы Молодцы Готовы Молодцы Один ход уже Оуу Чё плутал Перестраховался И все Фейл Фейл Ого Видели? Я видел, а Они не спурились по скрипту Выходите, гады Давайте, я знаю, что вы там Рядышком Надо за фулкавер справа спрятаться Нет, нифига не хотят Вот, ну конечно Ладно, я фулкавер Здесь сверху наверняка Есть по кому пострелять 65 раз Минус 1 2 Overwatch, судя по всему, из-за рейнджа Да, Overwatch Я бы фланганул Так, давай так лучше сделаем Смысла нет сидеть в ханкере Потому что и так Одного сверху спалили А так хоть будет Шанс Когда он побежит Он сгорит Вот, главное, чтобы он сейчас делов не наделал Да твою ж медь Ну Опять 35 где-то Вероятность была Ну да Да Для играть с раненой Тей После первой миссии Плюс еще лута нет Еще один трай Ого, револьвер с нами Смотрите, справа Револьвер Титан Это я, кажется И кто-то слева И кто-то слева еще был 45, говорит кондискор С чего это вдруг? С чего вдруг 45? Ты посчитал только Полуукрытие Минус 65 Не забыл посчитать Что он снизу стреляет Еще десяточку Опять эксперты Проживились Ревоч говорит Левай Да нет, револьвер Может затащить Так Во втором XCOM нет штрафов Снизу вверх Только сверху вниз Сам ты дно Сказал С COM XCOR Опасно Но если это правда То, конечно Вывод и не получишь Даже Несмотря на форму Подачи информации Ну, бас Катнул бы я тебя До времени жалко Поехали Сразу два пака будет Петр не сдержался Все-таки забанил Петр, Петр Я делюсь пока 2-2 Пугаю голубей И двигаюсь Опа Это, кстати, шанс Неплохой Мне сейчас С одного пака Конкретного Начать Конкретный пак Конкретный пак Так, а что-то может быть он что-то успел А, нет, за тот же самый комментарий Петр разряд и так Ну что Гренка или так Постреляем Стабильнее, конечно, с Гренки Начать Михаил докинет А тут никто не докинет Может, тогда Еще ходик Заодно за кавры Нормальные пройду Вот за этот, например Хорошо не сагрил Но все равно Гренка не достает По обоим Ладно, давай Я буду стрелять Не по сектоиду А по солдату Как раз Разницы практически По вероятности нет А сектоид не так опасен Как солдат Да, е-мое Револьвер 67 Промахнулся Блин И все стреляют по сектоиду А это проваль И попадают только Два Попадают Кстати Но этого я не очень сильно боюсь Я боюсь Обхода и крита От солдатам Блин Блин Да, по сектоиду стреляют Слава богу Ну вот этот опасный Ну вот этот опасный Вот так вряд ли Вот так вряд ли напарюсь Правильно Правильно Главное убей Да что ж вы мажете 67, 69 Как, 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 как Только не спулю, прошу тебя Ой, господи Можно сразу Реоделать Давай 78 Да, у тебя господи Хорошо Хорошо Олут Ну там три человека И я там чур знает как стою Полу каверы Ядро Иллери Не нужное, но Короче, сейчас будет, скорее всего, реп Потому что ранение Они Держись, держись Держись, браток Держись, держись Главное, чтобы сейчас третий Всю малину не испортил да ладно этого фланг что ли нет как мне повезло как повезло тактит он пришел в себя они очень сильно разрозненным забываем про то что есть еще один пак страны можно этого фланга лусь последующих от меня фланганут да ладно давай аркаде так аркаде давай 66 конечно можно вообще в аркаду пойти но это как забираем одного из трех Увышение Можно 46 пострелять 46-47 Есть вероятность Револьвер Мозила Браток Хорош Так, остался один У него будет выстрел по полуукрытию Не, я по фулл кавру Стоп, а клумбы, которые находятся рядом, тоже фулл кавру? Не, это полуукрытие То есть Типа, если я подойду так То я смогу по нему Ну, там еще один пак По-хорошему его нужно вывести На серию Overwatch Спровоцировать Вот так вот Ну, чтобы он просто прошел вперед А он может убежать Конечно, конечно Так, отступаем еще на полхода Перезарядка Overwatch Просто Overwatch Здесь назад Продолжаем его откачивать Ханкер Да еще ханкер Подходи Overwatch Так, а я от него убегу уже Он меня сейчас видит Но это одна клетка Поэтому Хитер-бобер А вы что думали? Давай, действуем Ее, пошли Overwatch Ребята, подключаемся Ах А, и он стреляет по ханкеру опять Я уфлангую сейчас, кстати Но только одним Да, флангуем Ну, пора Там процента 85 будет опять же Хорошо Это второй пак Надеюсь, деревья не взрываются Дал бы два оберроча Вместо ханкера Пострелял бы Зачем? Пострелял бы по фулкаверу Как и смысл? Ну, я не знаю К какому ходу это относится Непосредственно Может быть, ты и прав Я не помню Привязку К конкретному моменту По времени Скорее всего Мне сюда нужно подобраться Или сюда Одного оставлю На разведку Там офицер Опа Овервочи пошли Попадание Сразу Трешечка От револьвера И контроль От Михаила Ребята Молодцы Осталось двое Офицер и его Верный друг С фланга Попробуем его Взять силой Смущает полуукрытие Но Тут везде такая ситуация Если честно Оба не в кавари Слушайте, это опаснее будет Ну как? Потому что Просто потому Я могу стрелять Поэтому Нет Погоди А, там Да, по офицеру Конечно Ты должен стрелять Конечно Сначала по офицеру Потому что Его-то ты Только ты Можешь обойти Хорош Ну и этого Мы просто без кавера Три приема Должны расстрелять Там Дело Нехитрое Должно быть Хорошо С первой миссией Все-таки Я справился С третьей попытки Да, меточка там Увеличивает на 15 Поэтому по фулкаверу Разница разительная Типа 15 плюс 15 Что-то в этом Вроде получается Или 35 плюс 15 Готово А это только самое-самое начало Сектоид был в самом начале Первым умер Титан будет Специалистом Привычно Револьвер Снайпер Браток Хэвик И ваш покорный Штурмовик Не запороть бы их Модульное оружие Пошло Здесь посмотрим По отсекам Школу офицеров Делаем Партизанскую школу Ну и все Смотрим на карту США Материалы Хорошо Я не знаю Точно ли Почему Надо дать ему шанс Собрали Шестьдесят Три Материала Имжа Очень хорошо Модульное оружие Исследовали Биотехнологии сейчас Для спутников А потом скорее всего Магнитку сразу же Миссия Еще инженер Отлично Поехали Два инжана Ранее Старе Это очень хорошо Беру одну Светошумовую В любом случае Понадобится Даю ее Скорее всего Специалисту Ну ребят Что С богом С богом Так Давайте перерыв На минутку Я должен собраться С мыслами Медителя Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, можно сломать Посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На полный ход Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну Апаков не видно Дискал Субтитры создавал DimaTorzok там слишком ну хотя я здесь да я уже близко поэтому если же можно действовать осторожней слева вроде шум был слева и у меня и и и и и и Продолжение следует... Страшновато. Опа, вот они. Поэтому я и боялся, не хотел внутрь заходить. Вроде как там слева видно, что никого нет, но там же темень в другой части. Так, ну хорошо, значит... И дальше паки будут. Тут уже спалился, то есть хэвик кидает гренку. Скорее всего даже так. Опа! Револьвер не видит никого. Скорее всего, это из-за... Я даже не знаю, за чего он не видит никого. Дадим ему шанс, учитывая то, что они разбегутся. Вопрос еще, как поставить... Может не ставить светошум, в конце концов. Протокол защиты опять же. Да, давай не будем. С Богом. Минус один сразу же. Остается сектоид. Попадать нужно. Два выстрела. Ну, чтобы снайпер увидел, в конце концов. Я стреляю. 5 хитов, хорошо. Револьвер. Не справился, револьвер. У него фулкауэр, я... Просто хочу подойти поближе. Овервач. Револьвер. 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 Нет! Далеко не убегай только. Можешь назад бежать. Вперед не надо. Что ты делаешь? Так, я думаю, что нужно... О, есть, снайперы видят. 39. Ну, давай, что, 39? Это... Меня есть... Есть такой вероятность к убиванию. Хорош. Револьвер справился, в конце концов. Молодец. Но, к сожалению, учитывая то, что один отходил, другой... Другой паникует. Я сильно вперед двигаться не хочу. Так, чуть-чуть подойду. Чуть-чуть. Есть. Блин, перехода. А-а-а... Времени мало. Здесь дверь-вход, соответственно, есть. Но я из окна могу увидеть его. Нет, там стенка мешать будет. Опция гренка снести. Надежный, конечно, подойти куда-нибудь сюда. Ох, опасно. Полухода сначала. Никого. Ну, судя по всему, полный ход, понимаете, я сейчас под окно встану. Плюс фланг еще. Так что лучше, наверное, вот... Если подбегать, то вот так. Даже если ты увидишь кого-то... А я думаю, что я увижу внутри. Потому что два пака... Нет, не увидел. Ну, ребят, тогда все-все-все подходят. Все, кто может, все подходят. Добро пожаловать! Сейчас ключевое... Это, конечно, дверь открыть. Было бы идеально, если бы там никого не было. Но я не верю, что эти сказки... Да, вот они. Раз и два. Капец. И три. Так, двое под гренку. Один такой, да? Взломать уже отсюда смогу. Снайпер видит. Одна увидит. Один с процентов. Капец. Так, может быть, светошумовая здесь лучше зайдет. Михаил может резать. Хэвикс с этой позиции не может стрелять. Полуукрытие из нормальных, если говорить о... Хотя какие нормальные. У тебя тут человек стоит. Без кавера вообще. Скорее всего, надо будет после... Закинуть гранату раз. Посмотреть, что тут по укрытиям останется или не останется. И, исходя из этого, принимать решение... ...в дальнейших действиях. Вот так вот. Так, остается двое без каверов. То есть, черного мы обычно не убили. Но ни у кого не осталось каверов. И это очень хорошо. Револьвер 51%. Но учитывая то, что он не по кому кроме... Хотя нет, это может быть... ...материал как раз для овервотча. Что тут миксер может сделать? 82. Но ему обычной гранаты рейнджа не хватит, чтобы двоих забрать. То есть, тут лучше... ...лучше из дробаша стрелять. Ладно, давай. 50-50 револьвер. Получается, нужно светошумовую езать. То есть, убивать, например, того же самого офицера. А светошумовая зайдет на всех троих. Ну, на двоих мне хотя бы нужно. На двоих вот так. Слушайте, я хотел офицера убить. Вот так вот. Да, давай, светошум пошел. Минус 30 к точности и никаких меток. Мне остается, по сути, только Михаил. И я ему лучше офицера попробую убить, потому что у него точность плюс десятка, кажется. Ну и хп у него больше, его сложнее будет убить потом. Так, из дробаша. Хороший. Что могут сделать два самых базовых, слабеньких, дезориентированных солдата? Сейчас мы это узнаем. Не к черту. Овервочи садитесь, там какие-нибудь. Не надо стрелять, не надо попадать. Да, овервоч один. Этот будет стрелять с фланга, скорее всего. Процентов 35. Есть. Пронесло бы. Так, сейчас первое, что нужно сделать, это компьютер сломать, потому что остался последний ход. Да, я понял тебя. Но перед тем, как, можно сделать либо ход, либо протокол защиты и езнуть. Тут мы флангуем. Снайпер не видит никого. То есть у меня фактически на двоих... Ха, а как? Еще не ясно. А с мечом добежишь дальнего? А, ну тогда все проще. Главное сейчас не спулить хэвиком, подходя. Но я должен подходить так, потому что кавер все-таки. Там овервоч. Там дезориентация, он на хрен попадет. Скотина! Вот и нет больше у меня хэрис. Ну как, дезориентированный попадает на овервоч. Скажите, как? Минус 50 у него. То есть он 15% в скотина попал. 15% попал. Да ну так жить вообще. Внимательно надо. А что я мог сделать? У меня нет гранаты. Я не могу с него как-то снять это все дело. Хотя есть граната у Михаила. Но я не мог по нему кидать, потому что там этот... Компьютер. Я бы взорвал, и все, гг. Протокол помощи не был. Ошибка моя. Моя ошибка. Протокол помощи тогда был бы 1%. Не ошибся. В который раз. Как без хэвика сейчас? В следующих миссиях. Никак. О, одно здоровье адаптации и лазерный прицел. Базовый модуль и пушка. Все равно же лучше, чем ядро Иллерия. О, а вот и они. Давайте, ребят. Вроде попадание было. 4 урона. Отлично. Да, протокол помощи бы. Юзнул и все блока. Это же полдействия. Овервочи! Не завезли овервочи. Там стенка горит. Так, давайте под кавер. Гринка пошла. С целью убрать укрытие. Второго мы флангуем. О, снайпер видит. 5,37. Общий вид 58. Далековато находится револьвер. И мажет. Этим лучше стрелять поближе, потому что у него больше хп. И он ближе. И вероятность выше. Ну и пушка у хэвика такая, что как бы лучше снимать больше количества хп. Подходим и стреляем с фулковера по этому товарищу. Что за баги опять? Ты его не видишь, да? А у тебя иконка здесь есть? А он стоял, подсвечивал сектоида. Как я люблю эту игру. 80% не промахнули, слава богу. И остается сектоид один. Что, лов-лап, что ли? Не, не, лов-лап. Что делаем? Михаила пытаемся. А, зомбаря поднимаем. Прямо подо мной, зомбарь. Я на трупе стоял. Слушайте, может, для хп зомбаря убьем? Но я тут штурмовиком прям на нем стою. Да, тут не промахнуться. 68, блин. На самом деле, это рискованно. Лучший выпад в сектоида. Не буду я рисковать. Готов. Двухэвик-ранение, понимаете? Причем серьезное. Там, 20 плюс дней. Поэтому на следующую миссию мы берем Лемминга. Пытаемся сделать из него хэвика. Три лов-лапа. Титан. Протокол нападения. Браток, собственно, получил. Амортизирующий. И Михаил. Фантом. Адаптация здоровья. Лазерный прицел. Лазерный я поставлю... Ох, мы же ждали. Ох, мы же ждали. Это лучший. Это шмиссия хорошая. Первый инженер. Почищем. Почищем. Пилить, да? Сейчас мы возвращаемся за вторым инжем, которого там не дособирали. Новобранцев предлагает засединить. Нужен, конечно же, в первую очередь, тимж. Почти, начальник, командир. Твоя лидерсия будет начать нашим народам across the globe. Готово. Взяли инжа. И его, скорее всего, тоже на покопать. А, не, не можем. На партизанскую школу. Пусть достраивается. Может, забить на новобранцев, прийти домой и полечиться побыстрее. Взять бонус и лечиться. Так, а как бонус-то менять? Только разведданные доступны. Не, новобранцы лучше. Пригодятся в перспективе. Если все будет плохим. Центр военных технологий. И средства связи. Сейчас террор уже скоро будет. Насколько я помню. Ученый эвакуировать ВИПА. Разведданные. Операция Совета. У нас Хэвика нет. Он точно отдыхает. Хавк пошел следующим. Новобранцем. Сейчас посмотри, сколько дней. Десять дней, кстати. Глядишь, через миссию успеем. Успеет вылечиться. Кто у вас там за хэви? Скайранжер. Мы в пайпе. 5x5. Резистанция просит нам помощи в экстрактинге ВИПА, который дает дата реконосанса в этом районе. Мы имеем координаты, но, возможно, мы должны освободить контакт хостелых сил, чтобы это работать. Скорее, ты забыл штурму добавить? Да нет, не забыл. У нее даже на пушке был виден лазерный прицел, когда они стояли. Если ты внимания обратил бы. Проверим, конечно. Я модуль не дал, потому что званий не было. Тогда и слово бывает. Я тоже тут часто фейлил. Не так далеко. И, кажется, мне дадут 12 ходов, а не 8, в отличие от прошлой миссии. Маскировочка же есть. Да, 12 ходов и маскировка от... Да, и маскировка от... У Михаила. Я хавком бегу вперед. Красавчик. Так, имеет ли смысл как-то обходить? Или... Не, я думаю, надо забираться сразу на крышу. Действовать оттуда. Подъем на крышу отсюда. Убежали. Вон, есть баф наружи. Хорошо. Побольше овервочу. Хорошая разведка от... от штурмовика с маскировкой. Саймон. Модератор наш почетный. А по-нечетным ученый. Слева врага. Хорошо. И сломать можно еще. Так. Ну, я их с пули, если подойду ближе. Поэтому предлагаю посмотреть... Ну, двигаться в сторону... А, слушайте, я же могу... Они дойдут до меня? Могут дойти. Лучше так встану. Овервоч. Овервоч. Прячься. И овервоч. Сейчас же мы сразу стрелять будем. То есть... Мы же... Не в маскировке, поэтому как только пойдут, снайперы должны стрелять. Есть. Револьвер, давай. Отличная афра. Четыре урона. Ну, это вообще не... Ну, что-то в этом роде, да? Попадали на четверочку. Но самое главное, что мы их словили на их ходу. На их ходе. То есть у меня сейчас будет еще действие. Целое. В этом плане, конечно, товарищ штурмовик с маскировкой тащит. Если я сейчас не уничтожу их в рамках одного хода, то меня, видите, палят. Правые флангуются. Лучше фланговать, скорее всего, хавкам. То есть леймингам. У него нет дополнительных способностей, поэтому пусть... Ярты болтадят! Надо сейчас справа не спулить из одной клетки, блин. 72, давай. Титанчик. Мист. 50 на 50. Ну, учитывая то, что меня все равно спалят. Хотя, может, овервочинг лучше. Что я могу спулить сейчас на последний ход. Лучше овервочинг. Вот, знаете, на строе сейчас стреляло по этому товарищу. У него не было кавера. А вот сейчас это скотина... О. Сейчас это скотина. Будет стрелять только одна, и по закону, блин, подлости, она может попасть в полуукрытие еще. О, нет. Что я сделал? Только не по мне. Ты по-другому должен сплять. Твою мать. Что я делаю? И овервочи не было ни хрена, потому что, видимо, из-за маскировки. Все, ранение получил наш... Товарищ. 55 револьвер. Да потому что не надо мазать. 66, 72. Не надо. Все, теперь можно гранаты смелее тратить. О, модифицированный прицел, ядро и кэш данных. Очень жирно. Паника снята. Отлично. Пришли в себя. Сейчас еще такой... Такая тонкость есть, что я на них еще ходов потратил, трындец. Начинает поторопливать. Давайте посмотрим, сколько мне ходов нужно. О, можно что-то сломать. Да, точно. Будешь оценить. Подкрепа к нашей позиции. В общем-то, подкрепа-то и не так страшно. Маскировочка мне бы помогла. Ну, я, наверное, сломаю, тогда, когда наверх заберусь. То есть я все-таки... Сейчас, подождите. Надо посмотреть. Нет, вот недалеко по крыше. Буквально три хода. Так что... Время еще есть. Револьвер пустой. Слышите? Кто-то где-то почему-то. Так, чтобы видеть зону. Сюда подойду. Могу спулить пак. Если здесь останусь, то... Будет не очень хорошо. Неужели еще один ход делать? Да, нужно поднимать спецназ наверх. Пусть они будут... Да как? Внутри помещения спалил пак. Каким макаром там вообще? Как пробежал? Второй этаж здания. Двое на втором этаже. Один на первом слева. А у меня наверху снайпер без ковера. Ну и ты, конечно же, видишь уже, да, кого-то на втором ярусе. Правильно? Понимаете? Пока нет. Светошум может в дырку попробовать кинуть. Вроде по двоим попадаю. Потому что светошум сейчас должен хорошо зайти. Но, блин, я не хочу светошумно-сектоида делать, потому что, вы понимаете, он тогда стрелять начнет. Тут, скорее всего, в фулл кавер закидываем грен какой-нибудь в нижнего. Да, пытаемся убить... Так, надо было випа куда-то. Апц випа... Наверное, лучше даже сюда. Окей. Я могу порезать нижнего, конечно. Но это риск. Тут открытая дверь. Тут открытая дверь. Я выхожу сюда, типа, и вижу... Но здесь ничего не вижу. Вот слева могу увидеть. Но можно вот так вот сделать. Полходиком. Чтобы минимизировать риск. Тут уже риск поменьше. Давай. Хорошо. Гренку мы здесь не докидываем, насколько я понимаю, да? Да, никак не докидываем гренку. Но я тогда светошум все равно кидаю. Пусть стреляет сектой, но... Стреляет с низкой вероятностью. Главное попасть. А, этот подсвечивается только поскольку он... Я его, типа, не вижу. А это первый ярус. Слушайся, выходит, я не могу. То есть я закидываю через эту, условно говоря, дырку. Да? Закидываю светошум сюда. Ну, вроде должен накрывать. А этого и этого. Вот как-то так. Ты вроде накрываешь. Накрываешь, накрываешь. Титончик, вообще. Спецоперация. Йес! Обоих дезориентировали. Ну, с богом. Тут ханкер. Тут овер. Сектойк может только стрелять. Способности у него заблочены. И это плохо. Ну, у этого вообще попасть крайне сложно, даже у нас. Оверооч. Протокол нападения. Хотел бы я юзнуть, но, к сожалению, не могу. Здесь гранатой нужно снимать с овервотч. Граната у меня есть у Михаила. И он, собственно, и кидает. Живая, скотина. Но кавера нет. Вообще, снайпер еще может сверху кого-нибудь как-нибудь... Но нет. Так, а спуститься к сектоиду мы можем легко, в общем. Шесть ходов еще не забываем. А кто еще сектоиду может убить? Мы игрянкой можем помочь. Я бы снайпером подошел из пистоля, мочканул. Но я не хочу спускаться. Если есть место, с которого я сверху могу по нему пострелять, было бы круто. Но, похоже, этого места нет. Такого места нет. Тогда я спускаюсь. Буквально хит снять. Восемьдесят семь. Давай, револьвер. Из револьвера револьвер убивают. Теперь. Так, у него дезориентация уже снимется, да? Ну, я все равно пойду критовать. То есть, пускайся вот так. Вплотную. Стреляю. 91-40. Крит, хорошо. А на сколько крит? Недостаточно. Забираюсь наверх. И, скорее всего, это будет оверовывать. Потому что гренку я ничего не добьюсь. А в случае движения он может двигаться. Может быть и... Да, дезориентация снята. Хорошо. Значит, он сейчас может психологически всякие атаки лепить. Это мне как раз на руку. А он, кажется, решил просто свалить. Бегать за ним, естественно, я не буду. Мне нужно двигаться к точке эвакуации. Тем более, что есть еще один пак. Все наверх. Не хочу там бежать. Лучше пусть Титан будет позади. Но зато он точно не пробежит там, где не ступала нога Экскумовца. Револьвер. Забирается и пистолет на овервоч. Секто это что? Пусть бежит. Пусть бежит. Главное випа спасти. В первую очередь. Подкрепы я вызывать не буду. Ну, в смысле, вы понимаете. Ой, я же випом сейчас добегаю. Ой, не випом. А хавком. Учитывая то, что есть запас, уважаемые, я лучше с овервочами буду двигаться. Следующий ход випа мы оставляем. Отдаем, хотел сказать. Ага, командир. Прямо под нами. Там очень-очень... Едва была заметная анимация. То есть они вот здесь тусуются. И стало быть, я увижу их через окно. Плюс там еще... Ну, короче говоря, я сначала иду на разведку. Вдруг там сектоит. Что ты делаешь? На одну клетку дальше надо было... Василий. А, я же могу спускаться, в общем-то, и как угодно, да? Нет, все рассчитано было, я знал. Вип убегает. А, вон. Увидели только что. Эвакуация пошла. Ну что, вызываем подкрепы сюда? Там все равно эвакуироваться. Там же... Получается, бонус какой-то клевый. Такой, правда, не помню. А, маскировка. Нет, спасибо. Мне бы сейчас... Я могу, конечно, с теми сейчас свалить. Но, наверное, лучше попытаться еще там как-то в два хода поубивать народ. Тупо ради экспы, потому что... Офицеров нужно тренировать. Понял. пистолетный овервотч у револьвера мимо еще помогаете там хорош троечка снес ну и вот сектоид который убежал от нас нашелся ой 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 так револьвер видит троих у револьвера кстати еще гренка я думаю что сюда нужно вообще две гренки лепить вот так вот как-то подходить лепить две гренки убивать сразу вот этих вот троих учитывая то что это последний пак при этом спускаться нельзя так хвак у нас подходит давай сразу . эвакуации 1 закидывает гренку да там гранатой не убьешь уж не выпендриваться просто свалите все у тебя ход есть один конечно очень круто тебе нельзя спускаться потому что ты не успеешь подняться короче не выпендривайся и левая да я гренка еще могу . эвакуации испортить тогда уж точно не успею свалить все валим тем не менее серьезное ранение у штурмовика с маскировкой блин врагов убита 4 из 8 до но спасли ученого 2 апа револьвер пока револьверным будет о штурмовик на замену модифицированный прицел меткость десяточка класс обязательно револьверу создадим револьвер то тащить будет судя по всему десяточка точности уже 79 плюс 10 очень круто чем андер есть процесс идет 3 дня расчистка 7 дней партизан очка средства связи материалы лучше чем новобранцы пойду их собирать материалов школе офицеров знаете построиться и денег надо будет очень много 6 террор еще должен быть так обломки расчистили здесь я хотел строить центр военных технологий инфа соточка и локи будет помогать когда мне хэвик вернется 7 дней на час террор будет и на нем не будет ни хэвика не рейнджера ну более-менее качественного средства связи отличным и я пойду в все-таки в магнитку сразу да можем теперь по подключать районы и подключаю нью-мексико я сейчас успеет сделаться школа офицеров это будет идеально просто но я боюсь что не успеет она сделать партизанская два дня то есть вот сейчас террор должен быть я успела так у нас во первых освободился новая тактика до сержанта нет вася школа хей сержант нет я так надеялся вот это тоже косяк то есть нужно к по результатам миссий взять на одного сержанта подготовить здесь строительство копаем инопланетные дальше как насчет забить на террор нет никаких забить на террор а вот на террор без хэвиков тяжко будет ладно у нас есть револьвер точно тейка на замену пришла хороший специалист непонятно зачем он на терроре только нужен ну один штурм короче нужно от снайпера писать от снайпера и от специалистов остальное все тлен поехали в школе трениться отправить правильно надо было так сделать не забывая про эту функцию школы поехали террор это серьезно террор это не только три пака но и пара безликих которые могут появиться в самых разных местах иииииии ну тейп х х х х х ставь опять смотрите главное правильно снайпера поставить хотя может быть и не стоит его ставить он же револьверный у нас пусть идёт вперёд и ответочки накидывает да пожалуй снайпер у нас будет ходить вместе с остальными людьми вижу первомирного двигаться прямо опа сразу прикольная как я за счет хотел мне маскировки так не было их всего двое одного могу порезать ревы уже видят на фулкавер фигня выходит и надо этого просто убить вот этого упыря убить сектор этом как-нибудь справимся на следующий год я револьвера просто подвожу что я торопиться начал не к добру этом можно вообще кинуть в него гренку и протоколом защиты протоколом нападение добить или револьвером добить как угодно гирян конечно хочется подсейвить поэтому сначала попробую револьвером снять у него хп сначала гранату не кинул а могло укрытие уйти что ты не делаешь вообще капец я вообще я делаю чушь там укрытие снималась гренки да попадешь 76 не надо тратить протокол нападение убедил я бы мог порезать его но не хочу потому что могу спулить пока лучше спрячусь так спровоцирую на действия все они честно да ладно только не мирного не бей его так офицер адвенка убил мирного запомнили где это было в сей и и сабель и тяжел здесь командир вы да зомбаря поднимает и что фул кавер кажется есть тонкость что а нет отсюда я смогу его флангануть надо оценить мне кажется из дробаша сейчас будет выгоднее по нему убить 88 крит резать лучше получается добро револьвер сможет попасть 50 по 50 давай что я делаю вообще мне аж нет здесь граната отступаю чуть подальше от зомбаря пытаюсь все таки пробиться кто и до 42 да и повышение сразу пожалуйста а ей уже дали видимо тихонько двигаемся дальше близко очень очень близко все минус мирно от офицера и кто-то еще ходит там два пока судя по всему черт мирный тут надо его спасти а то он full cover закрывает подходим 1 хвак подходит револьвер тоже нужно подводить мирный еще есть я аккуратненько скотина идет и мочит идет и мочит сейчас мы судя по всему уже увидим не похожим о слушайте есть подозрение он убил значит человека здесь и убил человека здесь при этом не трогал вот этих вот двоих там второй еще в темноте сидит да они по безликим как раз не стреляют я про это же почему я собственно и встревожился так но мирный все еще есть и учитывая то что здесь безликий я лучше подожду ходе о это другой пак блин там так много народу еще один рядышком с ним сидит сейчас двигаться влево и к этому идти раз так подойду могу сразу два пака спулить а мирные тем временем продолжали гибнуть причем второй пак ближе чем тот который слева то есть он видимо за кем-то укрытием о перезарядка все кто это еще один ног ну теперь то надо получается так ну и никого ладно полу укрытие уже пара клетка еще вперед увидели ой это капец ребята это ка-дам это ка-дам это капец просто капец это капец это капец Это капец. Сюда светошум вообще надо кидать. Вот так вот на троих, типа. Но там даже на троих одной клетки не хватает. Ой, круто ты попал на ТВ. Тут по любасу-то и стреляет. Вариантов-то нет. Раз. 66 мимо. Револьвер стреляет 89. Снимает 4 хита только. Кхе-кхе-кхе-кхе. Мы хавка отдаем. То есть я должен, скорее всего, добивать этого 87%. А не кидать светошумовую. Есть вероятность, что они могут на мирных отвлечься. Но этот упырь опаснее. Из-за сплэша... Давай. Главное убеешь. 87. Хорош. Вот там полуукрытие еще, понимаете? О, мимо. Хорошо. Мирный держится. Он за фулкавером там стоит. Отходят. О, не понял. Метку на фулкавер поставил. Вот этого я сейчас не понял. И по мирному стреляет. Такие вы умные. Капец. Вот этот следующий безликий. Смотрите, ближайший. Потому что он стрелял по дальнему, а по ближнему больше вероятность попадания. То есть он осознанно не стал стрелять... Нет. Хотя он отступает. Стреляет по фулкаверу. Вообще. А он мог поставить метку на человека, который под полуукрытием, и сделать два выстрела сверх положительных по ним. А сейчас как бы получается, да, хрень. Во-первых, светошум сразу же сюда кидается. И начинается замес. Дичайший. Опять поторопился. Надо было протокол защиты сначала езнуть. Здесь я, наверное, просто... А кто у нас может флангануть еще? Тейка может флангануть отсюда, да? Ковра не будет. Отсюда никак? Так отсюда что же фланг? Да. Тогда сюда. Есть. Лут. Хвак, скорее всего, побежит к луту, и... Хотя подкупает возможность подойти со фланга и пострелять. Но они же все равно будут стрелять, так или иначе. 61. Револьвер. Давай. Давай. Ладно, давай так, и, может быть, грянка там как-то. Что у нас там есть? Приклад и... Продвинутая подвижность, уклонение. Персональный боевой модуль. А приклад и единичка урона тоже полезная штука. О, фланг есть все-таки. Вот я в Асин. Бах. Без скрита, правда. Ничего. Этот от гранаты. У них сейчас колоссальные штрафы. Я еще в укрытиях кое-каких. Обойти не могут из-за штрафа по передвижению. То есть просто стрелять по полуукрытию. Опа, вот это пак. Пусть с сектоидом. Хорошо. На самом деле вовремя. А то там мирные уже погибали. Хотя еще один ход. Можно было бы и подержаться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стреляет по фулкауру с... Короче, минус 70. У него с точностью. Хотя б нет, к плюс 15. Так что там... Не, не должен был пойти. Овервоч, окей. Так. Можем протоколом. Можем гренкой. Снять у этого овер. Т никого не видит. Револьвер только на перезарядочке. Хотя он может подойти из револьвера пострелять. Видит сразу двоих. Ну, ему еще нужно за фулкауру бы и уйти тогда. Либо сюда, либо сюда. Гренку хотелось бы, конечно, в сектоиды кинуть. Твоего этого офицера. Слушайте, ситуация не такая хорошая. Во-первых, у меня всего одна граната. И, судя по всему, мне нужно будет реально подтягивать револьвера. Может, он из револьвера достанет? Да, он из револьвера достанет. Поэтому. Окей, давай так. Раз. Дальше выстрелы с пистолетом. Сколько? 24? А почему фулкауру-то считается? Потому что фулкауру считается. Или этого граната и того протокол? Ну, а толку-то? Ну, протоколы, протоколы. Ты же не убежишь его протоколом. Не убил. Я так на четверочку рассчитываю. Я хочу дальнего убить. Я очень сильно подставляюсь. Скорее всего, я вот так подойду. Попади просто. Попади, 66. Прошу тебя. Хорошо. Так, теперь... Типа можно флангануть офицера. Вот отсюда, да? Да. Чтобы было меньше вероятности, что... Давай, 72. Надо убивать на тебя метко. Хорош. Так, остается последний пак. Три человека плюс безликий. Вопрос к револьверу. У него, возможно, три действия. Возможны. Первое, это просто стрельба, которая гарантированно не убьет. С небольшой вероятностью. Второе, это перезарядка для того, чтобы в следующих ходах ходы стрелять с винтовки. А третье, это сокращение дистанции для того, чтобы в следующий ход кидать гренку. Но сокращение дистанции не нравится, потому что фулкавр занят. Там только половинки. Поэтому лучше я, наверное, перезаряжусь. С Богом. Сектойт подходит. Фулкавр. И зомбаря поднимает. Мирного. Ой, да пожалуйста. Вот это отлично просто, что есть. Есть еще мирный, который прикрывает меня. Вроде даже еще один в запасе есть. А вот и он. Я надеюсь, что есть. Нет. Будет штраф. Будет штраф. Давайте думать. В принципе, ключевые пацаны это вот эти вот, да? Оставшиеся. Зомбарь до меня не доходит. И прям убивать его здесь сейчас не нужно. Тут скорее всего фланг сразу идет. Только слишком далеко не стоит уходить. Только на необходимое расстояние. Подходим. Там овервотч? Не, не овервотч. Я думал, что овервотч, они же стреляли оба. 80% выстрел. Да, на самом деле, миссия-то приведет к тому, что мне штрафанут по баблу, кажется, что-то в этом роде. Вот. Но, в принципе, я же солдат качаю. Самое главное. Ну и часть миссии-то я выполню в любом случае. Тейком. А что тейка, кстати? Ну, беру, вот что это. Против зомбаря. А здесь что? О, я же его флангую здесь. Он же тут не в укрытию. То есть даже отсюда я его флангую. Насколько я понимаю. Че, проверим. Да. 72, давай. Титанчик. Хорош. Здесь, скорее всего, тоже овервотч, потому что... Нет. Я подойду и сделаю пистолет на овервотч, потому что здесь у единственного граната, и... Хотя по зомбарю можно. Не, не буду пока сносить. Лучше просто постреляю с пистолем. 64. Бах. Сейчас должен... Должна быть паника, контроль, безориентация, что-то в этом роде. А зомби не должен успеть добежать. Смотрим. Фулл кавер. На револьвера. Ой, вот это плохое. У него же единственного есть. Под контролем. Капец. Револьвер с гранатой. Пет, пошел мирных резать. Как мне сейчас убивать-то сектойно? Ну, предположим, здесь фланг. Без патронов. Вась. Это проваль. Может, всем ханкер. Это у него граната. И там фулл кавер у этого пырях. Блин, реальная опция это просто свалить сейчас. Взять просто и на максимальное удаление от револьвера. И под фулл каверы. Чтоб ему тупо вижена не хватило. Зомби все равно ушел. То есть ты сюда, например, убегает. Ее никто не видит. Титан убегает вот сюда, например. Вот сюда вот. Тоже не видит никто. Ну, а хавка выбора больше. Единственное, что я хотел бы тоже в этом направлении двигаться. Чтобы безликого не спулить. А потом что? Потом его отпустит. Не, не отпустит его. Реально, что потом-то? А, три хода контроль. Да, это отпускает. Это не... Это обилка другая, псионная. Тут как раз на рандоме может быть паника, дезориентация и контроль над разумом. Но контроль над разумом временный. Не тот, который на всю миссию ты там берешь противника под контроль. Три хода, три хода. Три хода, три хода. Сейчас он только из пистолета сможет выстрелить по фулл каверу, но он точный капец. Блин, нельзя доверять револьверу. Мирный продолжает вдохнуть, но как бы уже пофиг. Это внутри меня! Так, не хочется штурмовиком сверхдалеко уходить. Вообще, можно похинкерить сейчас. Раз уж мой за фулл каверами, он нас не пробьется. Ну, там 18% всего лишь. Догоняет. Догоняет. Протокол защиты и ханкер. А эти хватило. Не надо, не надо револьвер. Капец, я уволю тебя, как вернемся на базу. Все, должны его отпустить сейчас на этот ход. Перезарядку сектоидом. Есть. Перезарядку овервотч. Да, недалеко. Можно подходить было. А нет. Вон зомбарь. Точно овервотч. Точно овервотч. Хотя, зачем, блин, овервотч? То и Тейджу надо было стрелять. Он же не в кавери стоял. Сектоид подходит. Еще о зомбаря, что ли? Нифига себе, фармить можно. Работаем. Попадание пятерочка. Сейчас снайпер еще. Давай, давай, Рева. Отрабатывай. За косяки было я. Хорош. Встретили. Так, подходим. Подходим. Не вижу пока никого. Аккуратно. Аккуратно. А вот и он. Попадаем на шестерку. Но там только один овервотч у меня остался. Ну, давайте, ребят, давайте. Хороши. Этого хватит ему. Нет, не хватило единички. А, он на рывке бежал просто. На рывке, значит, удача тебе, да. Можно даже зомбаря сейчас забрать, попытаться. К спой ради. Да, протоколом мы гарантированно убьем этого. Просто перезаряжаюсь и стреляю по зомбарю сначала. По зомбарю говорим. Раз. Там еще Тей и снайпер. Тей не нужно, а вот снайпер и нужно. Но снайпер видит только сектоидом. Подходим из револьвера, стреляем револьвером по зомби. 91. Ближ. 91, промах. Торгет still up. Протокол нападения вынуждены, используем. 91. Снайпер слаза не перестал набирать. Ну ладно, падает зомби. Я попытался, по крайней мере. И ждем Безликого. Кстати, главное, чтобы Безликий-то был. Где он там? Справа, где там? Вон он. Хорошо. Есть запас. Повышение получил, кстати. Это хорошо, это значит сержант у меня есть. Безликий бежит. Безлик стреляет. Пятерку сносит. Изи. Показывает вниз в непонятном направлении. Кому, что, зачем. 73. Да, просто стреляем. У нас 4 выстрела. Два из них надо попасть. Уже один из трех. Да, может быть, даже лучше порезать было. Давай, Рева. 71. Хорошо. Вроде все. Никто не ранен, никто не убит, но убого, потому что мирные жители спасли мы только двоих. 13 врагов одолели. Левелапы получили. Все что-то унылые, но они не знают, чем закончилось, например, да, Тей вообще убивается. Смотрите. Фейспалмы. Слезы на глазах. А музыка какая. Ух, убого. Да, да, да. Что у нас с полевелапом? Два. У Титана протокол блокировки. И он сержант. Это значит, что в офицерской школе у нас АТ и Хэвиком становятся. Класс. Хорошо. Не забываем, что есть приклады уклонения. Труп Безликого. Доход уменьшился. На 23 вообще плевать. Главное, у меня люди живы. Кому необходим гарантированный урон? Точно не револьверу. И... Скорее всего, не специалисту. Почему не специалисту? Может, и специалисту? Да, специалисту. Единичка раз. И можно персональный боевой модуль воткнуть. Только надо понять, кому уклонение нужно штурмовику. Ждать Михаила долго. Скорее всего, я хавку возьму. Еще две миссии. Еще здоровье есть. Единичка. Так, а кому здоровье-то? Скорее всего, братку. И возьму ему... А, у него и так армор. Вот он. Отличный танк будет. В партизанской школе отправляем одного бойца учиться. С специалистом. А здесь бабла не хватает. А нужно брать два апа. Размер отряда и стервянник. А в идеале еще опытный убийца. Но сейчас конец месяца. Соответственно, у меня будет... И через 10 дней еще расчиститься с облом. Поэтому бабло вурят. Может, немножко регион тут подключаю? Осталось несколько часов. Так, от совета... Два доктора продается. Два ивента. Подкрепление гарантировано в партизанских отрядах. В операциях. И обнаружили агента. Это террор. На две недели раньше. Лучше, конечно, эту. За ивейдить. Соберу материалы. Потому что бабло нужно. Хотя бы отряд нужно увеличить. Вообще бы рынок открыть. А рынок откроется, когда я контакт установлю. Кажется. Есть кто-то вернулся у нас. Подлечился. Адвент... Ой, в смысле, аватар. И миссия. Ученого дадут. Уменьшает время до карательной операции. Это то, что нужно. Это то, что нужно. Кто у нас там доступен? Во-первых, в школу офицеров. До пятерочки отряда апаем. А на больше денег не хватит. Размер отряда за соточку. Блин, чуть-чуть не хватает. 30 баксов. Я вот это за 100 взял бы. Трофеи бонусные. Ладно. Самое главное сейчас... У нас по бойцам. Все, кроме Майкера, работают. То есть, есть уже гренадер, есть снайпер. Даже два гренадера уже. Тейка еще стала гренадером. Хорошо. Хорошо. Итак, снайпер, два гренадера, специалист и штурмовик. Вроде все как и нужно. Единственное, надо посмотреть, есть ли какие-то еще... Персональный... Да, вот приклад есть. Урон при промахе. У меня второй вроде есть. Или это у него? Кажется, мне два таких приклада дали. Хэвику можно дать урон при промахе. Но пока метки нет, я хэвиками, в принципе, очень редко стреляю. Хотя и стреляю. Браток на острие находится. Нет, нет, улучшений нет. В прошлый раз мне дали два приклада. Да, 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 да. Да. Сними у спеца модуль с оружием. Модули не снимаются. Если только у тебя нет бонуса от региона, который позволяет это делать. Поехали. Новый месяц. Новые бойцы. Змеи. Нелишники. Так что, надо быть осторожным. Возможно, стоило вторую светошумовую взять, но она стоит 35 баксов. У меня только 70 на руках. Нужно как бы соточку, а еще желательно 50. Для того, чтобы экспы получать больше. Короче, и так денег нет. Надо черный рынок открыть и продавать на всякий хлам. Во-первых, у нас 8 ходов, мы в маскировке. У нас есть специалист. И... А, я же... Это у майкера. Этот. Маскировочка клевая. Так, двери. Так, двери. Двери открывать, выбивать не стоит. Смотрим, что вокруг. Вышку можно сломать. Еще одна вышка. Ух, ты ж ежик. Прошеда выходить куда-то сюда. Возможно, даже через дверь. Поехали. Открываем разведочку. Открываем аккуратно дверь. Проходим. Так, никого. Специалиста бы поставить так, чтобы он и одну видел, а вторую. Боюсь, что это маловероятно. Начнем с первой. Первый ход тратим просто на то, чтобы тупо подойти. Инстальная револьвера. С одной стороны хочется поставить, правильно. Вроде как такого не спали. Стрёмно последним ходом. Смотрим, что за баф у этой вышки. Данные с инопланетного... Ох, защита и мобильность противников. Короче, это обязательно нужно. Обязательно нужно брать. Но в конце миссии. Конечно, осложняет. Повысить у всех врагов защиту и мобильность. Это... У выше, говорит, одинаковые бафы. Круто. Проверю. Так, тейк подходит. Кого не видит. Я уже близко. Короче, надо к этой вышке подходить уже. Я что-то стремаюсь. Страшновато не станет. Проверяем. Ари Воливер тоже подходит. Проверяем. Он же пистолетный. Рогер. Я уже готов. Проверяем. За автобусом, скорее всего. Сейчас проверим вторую вышку. Просто если у них действительно бафы одни и те же, то мне не придется возвращаться. Да. Только вероятность ниже здесь. Тут, видимо, техуровень вышки выше. Там был 41, здесь 33. Укрытия нормальных нет. Я подойду вот так скорее. Вижена может и хватит, чтобы... Идем сейчас. Очень. Очень ограниченное время. Ну, это ж не повод, да, лезь под полуукрытие в центр. Хотя, может быть, это как раз и повод. Сейчас могут еще выйти сами. Если они действительно за автобусом находятся. Открыли дверь. С ноги я слышал. Тем временем, пять ходов. Поехали. Поехали. Да-да. С богом. Да-да. С мелочью начинаем. Я сейчас тормозил. Я сейчас тормозил дико, потому что забыл, что у меня маскировка. Это такой фейл, блин. Вот. Серьезно, я забыл, что у меня маскировка. Это... Это... Что тупил? Вообще не ясно. Поехали. Реально тупил, просто. Не удалось убить сразу. Сагрили, сагрили. Сейчас будет три овервотча. И одна страховка. Выташу. И урон. Ну, в смысле, специалист. Револьвер, из револьвера, револьвери. Три хита. Пять хитов, минус обычный. Ой, красавцы. Молодцы. О, еще, кажется, пак спалил. Нет. Там показалось, что... Укрыть там иконка была, как будто укрытия нет. Все, теперь побежали. Четыре хода. Передатчик вижу. Таааааак... А, я его уже могу... А, я его должен уничтожить. Я его пытаюсь сейчас что-то сломать за чем-то. Короче, чушь опять делаю. Дверь опять открывается где-то. У меня трех хода. Дорда, я, скорее всего, буду как раз снимать стенку и пытаться снайперам отстрелить эту вышку. Я не уверен, что я его увижу. Все равно мейтинг... Сейчас проверим с этой точкой. Да. О, нет. Так, хорошо, это под гренку. Как раз и сносить надо будет именно так. Тут вообще флангуем мы одного. И лучше, наверное, это использовать. То есть сносить тяжем этим вот так, да? И стеночку, и... Блин, не достаю по двоим. Значит, вот так. Уберем стенку. Снимем укрытие у дальнего. Надо их как можно быстрее убить. И при этом еще... 76, 73. А револьвер-то видит в результате или не видит? Не видит ни хрена револьвер. Передатчик. Короче, ребят, надо подходить. Отходить, плюс светошум. Два хода. Ну, в принципе, хватает все еще. Но опасно. Так, а тут-то гренкой одной не убьем. Может, сразу гренку убить? Ну, одного мы... Не факт с этим, что мы гренку убьем. Вот в чем дело. Тут диапазон 3-4. Потом, конечно, можно и добить. И протоколы мы из пистолета. Но зачем мне такие? Я думаю, надо штурмовиком просто лезть вперед. Пол кавер, все дела. Или даже резать. А туда светошум закинуть. Светошум ты, конечно, докинешь. Но он попадет и критануть может. Окей. Тогда какие оцениваем тут шансы? 72-68. Тогда давай, что. 72-хороший шанс. Это раз. Офицера нет. Здесь, скорее всего, револьвер из пистолета стреляет. По чуваку без укрытия. И протоколом мы его добиваем просто. При этом специалист, кроме того, что он может использовать протокол, он еще может как-то подойти. Это уже сомнительно. Или штурмовиком штурмануть. Да. 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 Я рискую третий пак просто взять. А, у спецоприклад. Точно, спецоприклад он попадет. Ну, как бы, вопрос-то не в этом, на самом деле. Так, давай протокол помощи тогда ее снем. На самого рискового товарища Хвака. Хвак. Сам, соответственно, стреляем. И убиваем этого гарантированно. Даже попал, кстати. А Хвак бежит просто потому, что он штурмовик. А у меня осталось два хода. Для того, чтобы убить. Остается один. Ой, пак слева. Ну, вроде я его... Ну, я его не спулил на свой ход. Все нормально. А, или это он же и был. Так, ребята, давайте разберемся с тем, кто может... Сейчас приоритетное направление. Это стрельба по... Вот. Вот, револьвер видит. Револьвер видит, револьвер убивает. Промахнуться он не может. Вопрос в уроне. Йес! Выбил максимальный урон. Из возможных. И теперь можно уже... Опа, подкрепа. Да, пак. Вот это плохо. Это очень плохо. Это капец как плохо. Цветошум есть. Но позиции, откуда скидать цветошум, скорее нет. Чем есть. Тут явно нужно Т перегруппировываться и закидывать гренку. Вопрос, как? Учитывая то, что сзади еще один пак появится скоро. То есть, типа, нужно не подставлять спину. Кого гренку-то кидать? Тут мы только двоих задеваем. Сектоид до этого дальнего. Но этого, предположим, мы и так убиваем. Забегаем штурмливком с фланга, подыщи, все. Сектоид не угрожает. То есть, по сути, тебе нужно реально закинуть гренку. Но в идеале, конечно, сюда надо было подвигать хэвиком. Тогда мы придется... Ну и перегруппируешься тогда, как придется. Поехали. Это раз. Это ориентировочно. Два. Надо быстрее разобраться с этими левыми. Пока они подошли. Тут, скорее всего, вот так. И вот этого товарища мочить. Там как раз у меня фулл кавер. И этого я гарантированно убиваю. Сектоид, допустим. Пока не угрожает. Здесь протоколом можно добить дальнего. Если я найду место. Ой, а Тей случайно не обходит? Тей обходит. Это капец. Так, есть еще светошумовая. Может, стоит светошумовую сейчас кинуть. Нужно, по крайней мере, от солдата избавиться. Ой, как это сделать? Тут я не докидываю. Я докидываю только вот с этих точек. По ним гренки. Нет, отсюда я даже до этого не докидываю. Блин, это капец. Как там светошум ляжет? Где-то 6 клеток нужно пробежать, чтобы нормально светошум кинуть. То есть тоже без каверов. Так, а он же Тей не видел. Может, он не будет отбегать? Да, давай проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отбегает он спокойно. Можно, конечно, его словить на овере. Нет, надо протоколом атаки убивать вот этого. Прям вот не сомневаюсь я в этом. И я его отсюда вижу, отсюда нет. Рискованно, но... Других вариантов у меня нет. Протоколом, протоколом. Гарантированно, что... Все равно я в свой ход убил двоих. Подемиджил третьего. Ну вот остался вопрос к братку. Это овервотч или это не овервотч? Это овервотч. Он еще нужен как раз на этой точке, потому что скоро десант будет. Там приклад был, да? Точно, приклад же был. Зря я приклад не был здесь. Десант из трех человек. Офицер плюс два обычных. И с вангой поплыли. Ну я знал, что так произойдет. Просто у меня сейчас будет еще ход. Овервотч у хэвика. Стреляет по офицеру. Попадает на пятерочку. Хорош, браток. Два хита там. Как раз на этот... На протокол. Я жду какого-нибудь зомби. Зомби в идеале просто. Да ладно, стрельба что ли? Нет. Специалисты. Контроль или... Ну короче, атака. Сопротивление! Сто лет такого не было. Главное, чтобы вот этот лейминг наверху не учудил. Но он обходит с флангой. И это... Хорошо, не крит. Хорошо, не крит, ты жива. Не самый плохой расклад, поверьте. Пошел ты нафиг. Так. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас штурмовик, который скорее всего идет к сектоидам. Хотя не факт. Может быть, ему выгоднее будет мочкануть вот этого упыря. Допустим. Ну потому что у сектоид еще может зомбаря сейчас поднять. Это раз. Второй момент. Специалист. У нас, скорее всего, за кавер прячется и убивает протоколом нападения этого товарища. И у него есть опция светошумовая. Внутри автобуса находятся двое. И у Хэвика, кажется, там есть... Да, у него есть гренка, и он, скорее всего, просто стреляет. Еще револьвер есть. Короче, вариантов масса. Тьма тьмущая. Отхожу подальше от автобуса, чтобы, не дай бог. И закидываю на этих двоих упыри... Упы. Блин. Тут иногда я не понять, задеваешь ты или нет. Вот так, наверное, лучше целиться. Наверное, так лучше. Потому что я сниму... Подожгу точно. Сниму стенку для добивания тем же самым револьвером. Потому что двоих там, я, кажется, не мог никак задеть. Не так-то просто этого чувака убить. Я подставлюсь. Что-то пробануло тут просто. Отсюда я увижу того. Не вижу. А так, фланг. Очень опасно. Вообще, Тейн, надо идти этого упыря убивать. Обходить, учитывая то, что она ранена, и как бы уже пофиг. И убивать его. Да, поехали. Такая жертва своеобразная. 87. Попадет, убьет. Даже без критов. Что у нас остается? У нас 4 человека, блин, остается. Одного мы убиваем, только найти нужную позицию. Как? Двух вроде как тоже гренкой убиваем. Если машина взорвется. Машина взорвется. Да, давай. Револьвер прикрывает фланги свои. И закидывает еще одну гренку туда же. Ориентировочно минус 2. Да. Отлично. Здесь протокол атаки можно уже подходить так, чтобы 100% ты увидел его протокол нападения. Не боясь, что сзади там кто-то. Как четко разруливаем, пацаны, да? И остается в результате один сектоид ранен. На которого, в общем-то, можно побежать. Штурмовиком. Можно и не бежать. Хотя лучше бежать, потому что Тей все равно под ударом. А, он не видит Тей. Ну, я его не дорежу просто. Я могу на него влететь. Но вероятно, что порежу. Кстати, оно больше 50%. 6-8, мне нужно 7 нанести. То есть, 66. Но еще учесть 12% вероятность. Короче, поехали. Где-то 55. Общая вероятность получается. Хорош. И лут. И лут. Вообще, можно было еще вышку взломать. И попробовать... И вышку взломать сначала. Да, да. Это ошибка, кстати. Вышку не сломал. Информацию объективнее получил. Повышение. У штурмовика. Класс. Одно ранение у Хэвика. Но Хэвика такого новенького. 100% попадание. Молодцы. Что там было в лапах? 2. У Хошка. Фантомы беру. Фантом хорош. И Тэй Хэвик. Амортизирующая будет. 39 дней отдыхает. Все с концами. Еще ученый. Так. Что у нас по бойцам топ? 10 дней. Надо рейнджера дождаться. А, у меня гренадера нет. А, нет. Есть гренадер. Блин, браток же второй гренадер. Фух. Ой. Успел испугаться. Материалы беру. Я там, конечно, этого захватывал. Но материалы, опять же, повторюсь, для бафов мне сейчас очень нужны. Тренировка сейчас закончится. Обломки еще расчистили. 108 материалов. И, скорее всего, реле нужно сразу пилить. Ну, погодите. Да, надо пилить реле. Вот тебе и деньги. Может, не делать. Да ладно, черный рынок. Получится. Черный рынок? Надо говорить афроамериканские, говорят, да? Бедные эллины. Они несли разумные добрые вечные. Мы слышали эту уже сказку про добрые вечные. Господи, никого не убивали. Это одно дело. Они же нефрит. Привет. Шикарная матроска. Да, люблю. Разные самые футболки. Но такие вот вещи, кажется, сестра Женя подарила. И матроски, и тельники. Прикольно. Удобно. Фууууу. Я, наверное, еще одного хэвика тренировать буду. Потому что... Собираем материалы. Надеюсь, что дадут. Нормально. 54. Господи, что это? А установление контакта там буквально один день оставался. Не досмотрел я. Мог бы сейчас уже... Хотя какая разница? Ну, рынок, кажется, открывается, да? Рынок, когда-то вот открывается рынок. Когда-то. Мне вот любопытно, вернется ли Михаил? Он же уже близко. Четыре дня. К следующей миссии. Магнитка исследуется. Командир, с адвент-офисом сейчас в холодном спорте. Мы должны выполнить автопсию как быстро, как возможно. Привет, мастер. Не успел Миша выйти. У нас рейд. Там огромное количество там сплавов, материалов. Его ни в коем случае нельзя скипать. Тем более, это одна из таких самых простых миссий. Кто у нас есть? У нас есть рядовой, который специалист. У нас есть рядовой продвинутый. Снайпер. Хэвик. И штурм. Неплохая команда. Я бы, конечно, вместо слона сейчас с Мишку бы, с маскировкой второй. Но, в принципе, у нас есть штурмовик с маскировкой. Так что... А я не смогу сейчас... Может, я смогу бонус купить все-таки? Один бонус, кажется, я смогу за соточку купить. Да, старовятник. Но опытного убийцы не хватает. Больше трофеев дополнительный. Дополнительный предмет, точнее. Персональные боевые модули. Апгрейды на оружие. Ядра Эллерия. Развед, нам не в конце концов. Командир, вы должны установить контакт с регулярной резистанцией, как быстро, как возможно. Алиены, вероятно, двигаются вперед с их планией. Кстати, циферон, я думаю, что тоже в следующий трай буду армор делать. Потому что они делаются одновременно. И сразу всем можно дать. А тут как бы у одних гранаты, у других снайпер вообще стабильно доносит из-за... Хотя нет, это в прошлом эксперименте. У штурмовика другая вообще тема. То есть... Армор нужно было делать, я согласен. Поехали. Скай рейджер, деплой. В позицию для деплой. Продолжение следует... Я вроде как замаскирован должен быть на этой миссии, правильно? И не ограничен по времени. Да. Хорошо, сразу видим позицию для снайпера. Уже. Чёрт. Чёрт. Мэйки пошли уже. И пак с милишниками. Это же как бы... Слушайте, вряд ли увидит, но я не хочу рисковать. Чёрт. Чёрт. Револьвер надо было сюда поставить. В мою сторону идут. Они должны быть ближе. Чёрт. Они уже... Ой, сейчас как раз баг может... А нет, смотрите как. Тут видно, а тут не видно. Поехали. Тихо только. Да, не спалился, хорошо. Поехали. Ближе подходить, ребят. Кабирай. Надо ломать. Ломать туретку, скорее всего, её... Там, правда, вероятность... Я её заблочить могу. Протоколом атаки я могу 4 хита у неё снять. Дико бронированная. Дико бронированная. Ладно, давай вероятность, хотя бы оценим. Скорее всего, блокировка 60, 50, вот так вот. А контроль 35. Нифига себе. 56 контроль. Я буду пытаться контролить. Он в такую позицию занимает ещё классную. Но после того, как ход прав... После того, как с этим паком разберёмся... Роджер. Я умерла. Только у нашего друга светошумовая. Его нужно тоже подвести. Ушли. Ушли. Кажется, сюда ушли. Ну, я бы заметил. Они обычно на такие расстояния ходят, что... О, возвращаются. Отлично. Ну, всё. Надо действовать. Правда, туретка будет со мной воевать. Мне бы сначала... Да, это позиция хреновая. Револьвером возвращаюсь. Чтобы он видел. Теперь вот он видит хотя бы одного. Хэвлика, хэвлика надо убирать. Стоп. 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 далеко ушли я хавиком не достану скорее всего достаем окей значит точно оверу больше это все маскировка хотел протокол защиты сначала сделать но я не знаю на кого все светошум на этих штурмовиков поехали слушай а че сделать чем не смеком то делать я должен сейчас светошумовую кидать а как я мэк это убивать буду где все overwatch вообще это капец надо разбегаться срочно почему никто не они не ходили вообще они не разбежались хакер на овер поставил не поставила хакера на овер вот он хакер сейчас я не могу ломать там был другой специалист но он без проба протокола блокировки гудвин не следишь да вот он тебе хакер хакер как ты его называешь специалист с протоколом блокировки специально ставлены и под протокол если что ну как бы как постреляют на овервотча но они не стреляли вот чем проблема сейчас по сути мне нужно кидать светошум чтобы меня милишники не дать не добрались и при этом как бы еще мех и надо разбегаться потому что мау я сейчас за залетит такой что мама не горюй надо рискуем я могу спулить еще справа по англии пронесло закидываю это хоть же не закончил смысле они когда пуляться не начинают ходить даже если ход не закончен это пул анимация но они вообще не ходили так миг первым входит очень хорошо мы придаться хорошо 2 мало еще 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 ребят там у них хитов 8 наверное еще осталось хорош 3 кто-нибудь еще прошу там есть еще горбочек стреляет по одному полу укрытием и мимо мимо все его потом протоколом нападения убиваем эти не добегают о я спалился тут укрытия нет ой как этот потеряли специалиста лейминга ну как бы потеряли протокол помощи сюда на слона хорошо вообще флангануть был того есть риск что с полем ролик убиваем века сначала то редко все захватывать с вероятностью 56 процентов оставляем века в живых неправильно слоном скорее всего лукавр сюда тут фланг забиваем на туретку блин не расслабляйся не расслабляйся ты потерял совершенно у лейминга не надо убивать блин так снайпер же еще есть чисто в теории мы можем гренку закинуть так что укрытие снимется защитить упростить жизнь все равно еще с револьеру либо подходить с пистолет стрелять им предка стрелять он все равно ее не убьет никогда адау убрали укрытие уже пожалуйста а стоп я потерял я потерял штурмовика не топового но что века они специалисты сложим левый специалист сейчас только так туретка может действовать я под полу укрытием там бронированный хэвик у нее точность очень низкая чем процентов 60 всего лишь попадается скотина и встал еще на overwatch кажись да протокол блокировки это уже хуже что хэвика пробили давай нет короче делесом ходить к ней не буду теперь только как свалить то вероочат ее нет не так кнопка к не так кнопка бы и ах ой 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 я хотел отдалить камеру для чтобы посмотреть он она кажется следующую клетку не видела меня и я мог спокойно пойти скотином стреляй его давай потихонечку долбил и протокол нападение вперед надо было двумя специалистами протокол нападение делать и все даже сейчас из 5 не защита кинул на хэрика протокол нападения я все равно было бы хорошо забыл почему так здесь протокола нападение то нет еще пока давай не будем тратить попробуем сначала снайпером сбить и вдруг пробьет 78 промах я сейчас думал повторно ее сломать ничему жизни очень и даже экспо тоже это был только первый пак плюс 3 уже ранение у хэрика у единство кстати хэрика у меня есть скорее всего остальные вдоль поезда будут и вы видите позиция 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 ролик окей о о слушаем аккуратненько секрет по звукам секторе все стороны выходить не хочу пока по крайней мере не подвел здесь вообще полу укрытия все лучше уж сверху тогда это делать тем более все равно снайпер сюда должен заводить улиц это уже лучше отсюда проводить разведку поехали да то есть они дальше хорошо что я снизу пошел опа нихринаж себе факт это два пока получается два секторами лишь на и обычный еще один пак его вроде не спали его по бочке можем по атаковать ну я че под таким огнем жестким о по копейщику здесь точно так копейщик из той братья самый опасный да ёпперс это вы 89 процентов а или тупо отступить сейчас пока не позвал на специалистом точно не стоит всякие бочки вывязываться хотя это мы точно взорвем секторе взорвется я могу протокол помощи сделать ну что по титану будет стрелять и на него будут бежать стреляя по бочкам хотя я опять же занимаюсь чушью мне нужно сектой там как неплохо шесть хитов пытаюсь копейщика убить 68 мы мажем и остается один хэвик а копейщик-то добегает а надо было сначала кинуть блин сюда гренку и тогда бы я его спокойно убил сейчас пойдет вообще жесть скорее все титана два сектоида там так или иначе окучат по нему будет стрелять один обычный я копейщик будет бежать куда-то сюда и лучше чтобы он бежал на титану всех эвиком лучше вообще заберу сюда чтобы точность была повышен не 50 и 60 не чтобы на меня не добежал этот упырь 70 даже стреляй 91 там чтобы еще было 70 сколько-то еще 70 все мимо подходит сектоид что-то паника контроль что лучше паника конечно блин понеслась хуже не придумаешь добежит добежал охренеть ты резвый ну вот потому что поэтому надо было убивать копейщика еще такой трэш начинается просто тут во первых на планк наметился чувак здесь револьвера глушь они он может что надо отступать я думаю до отступать от чувака у которого надо его убивать михаил ну а тебя шпангует свой же следующий раз сектоид я там никак не убью так а если отступать с гранатами и с этими его не убьешь двух гранат просто не убьешь протокола защиты нет то есть мы тупо подставляем два фланга под своего помню до миссии ты сказал что она простая ты не можешь сказать простая миссия как она на самом деле получится ты можешь говорить что в миссии а не ограничено количество ходов б у тебя есть маскировка все как бы чтобы написать сообщение что пеку подставить это конечно ты молодец но глупость говоришь глупость добавь блин сюда 8 ходов випа и точку эвакуации все ты получишь ту же самую картину только с тремя негативными факторами речь шла о том что в миссии нет базовых негативных факторов таких как ограничения ходов сопровождение эвакуация или там нет маскировки тут все есть все было пекарь чертов ладно от этого я не убегу в любом случае и он опаснее чем мой специалист блин там поэтому просто пытаемся убить сначала этого упыря раз хорошо крит имеет ли смысл здесь прятаться потому что может имеет смысл вообще вниз падать вниз и закидывать гренка типа да да револьвером просто отступать насколько это возможно и сюда аккуратненько кидаем гренку убиваем милишника но проблемы остаются с тем что один из наших бойцов захвачен один убит один час флангуется один под контролем пришельцев в смысле захвачен контролем это промахнись прошу хорош ну там гарантированный только приклад могло быть значительно хуже и сектоид подошел так секторе надо убивать ребят я есть вроде одна граната еще один слева будет еще один секторе дальше по будет стрелять по полу укрытию опасно тоже конечно пронесло так или продолжать кайтить ближе подходить не хочу даже несмотря на то что есть возможность флангануть хотя можно флангануть сектоида и того флангануть и этого флангануть но это чушь потому что во первых на следующий ход я думаю надо каетесь просто убивать зомбаря и все париться это раз это два это три да как ты восемьдесят а вот это уже хреново я зомби не убиваю получается что можно сделать можно кинуть на себя протокол защиты и стать в ханкер тогда я получу гарантированно один урон я вот так и так получил на велит одного ханкер мне просто даст еще уклонение отступать смысла нет потому что если я буду отступать зомби добежит до этого например ударит его короче это протоколы дает 20 точку по ханкер на 30 и уклонение на 50 хотя будет работать только против этих двоих опа да ладно что у него ходов не хватит не хватит ходу стоять еще него отлично убеги 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 просто может быть это и зря кстати ну что зомбарю зомбарь тогда можно другого пойти нет самое время паниковать слон секторит пришел он еще кстати стрелять может но сейчас не успеет блин надеюсь что он на этого пойдет на паникера не на хэвика да нет это все уворачивайся уворачивайся есть из-под контроля вернулись здесь паника по-прежнему блин капец ну тут фланговать надо этого убивать раз там на овервочи может ставить эту пыри но он не видит меня отлично давай попадая 82 хорош с критом эти револьверы лучше да потому что я не хочу там подходить потому что не знаю где этот хорош лут бонусный лут так зомбарь падает что там дают ядро о модифицированный прицел и модифицированный лазерный прицел один на точность другой на крит ооо хорошо таргет ассет локадит давай врубочку вот он он рядом овер срабатывает ну попади давай давай есть пять попал а я думал перезарядиться последний патрон но подумал он может так там сектоит еще один битый который и стреляет капец хэвик терпит как может броня урон 2 дичь два хита осталось еще один да ладно тоже стреляет такая жара бочку вижу бочка рядом с одним но это лучше чем 50 на 50 стрелять по фулкауру это раз здесь конечно гренка напрашивается но наверно спускаться просто что полу укрытия они присяп устоющим надо хотя бы один ход подготовиться пусть подходят позитив 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 вроде не должны никого не увидеть даже револьвером револьвер за фулкауру очень на два хода подошли зомбаря поднимают а вот мы что вот почему камера перенесла сюда давай фулкауру это может быть Overwatch в одного ох как зашел по царски молчать скотина сейчас можно и зомби раздраконить ну чего его видят никто его не видит снайпер перезаряжается ладно давай так чуть дальше во первых постреляем 72 не хочу узнать под полу укрытия под полу укрытия тим но зомби не дойдет на этот ход а вот сектоит Overwatch 1 у него 4 или 5 хитов 3 хита точно не уберет 1 хит капец сейчас он еще стрелять может давай пси и слава богу только не убей мне нужно зомби сначала добить не убивай его сейчас титанчик завалит его ведь еще конкер даун понятно зомби двигается в сторону хэвика и снайпера я могу сектоит это и не завалить стоять опасно или там с гранатой там с гранатой значит точно завалим пробуем сначала зомбаря взять а потом уже секто это забрать револьвер с фонариком над винтовкой не палец убивай молодец левел ап закидываем это кстати возможно последний пак ну это такой провал да один лейминг умер трое раненых причем раненых весьма толковые пацаны браток там в топ в топе все четыре первых места занял больше урона больше чаще под огнем больше прошел больше атаковал и он больше всех будет отдыхать сейчас легкая обычная и серьезная тут руки молнии пистолетного пока две недели отдыхать будет капец ну где-то неделя две три прицел меткой 110 и крит для штурмовика у нас не хватает бойцов один день пять шесть и уже не хватает народу сейчас месяц закончится ага сейчас через неделю ну на рекрутов то можем просто может какое-то звание поедет а там кто-то тренируется у нас же да в партизанской школе да гренадер а сколько будет тренироваться шесть дней отлично зачем тебе пистолетный снайпер ну он в первую половину на мой взгляд более результативный чем обычный больше пользы от него о черный рынок то что нужно я могу там денег понять жалко разведданных нет я бы там кого-нибудь еще приобрел о михаил мерчук это штурмовик вернулся центр военных технологий готов восстановление восстановление доедешь увеличим в два раза скорость восстановления бойцов и вот сейчас уже мне картинка больше нравится не там 30 дней а уже 14 дней и это тэй главное дождаться револьвера и братка это 6 и 7 дней может дождаться следующей миссии успеем так в центре военных технологий а центр военных это как раз да мне же нужна зона испытаний как называется чтобы предметы делать потом а в центре военных я могу переучивать так черный рынок сперва ой а это аватар не расстраивает что во время этих криптовых ставок ты ничего делать не можешь так черный рынок с в в в в в в в в готова кристалла и лирия кстати которые в ближайшее время мне не понадобится трупы и ядро здесь тоже можно слить ох трубчики по 6 я богат 266 покупать я особо ничего не могу разве данных не хватает плечу контакт устанавливать как же я хочу чтобы еще мне дали я 3 обучили пуха можно взять еще одного лейминга и как раз его в школу игорь уткин из него я хочу сделать тоже наверное кренадера они на замену даже низкого уровня очень хорошо помогает ресурсы пришли два доктора и 3 в это донюшал подкрепление объем поставок и непонятное событие инжа дает марию шишину и разве данные очень кто мне успел прийти то в себя так пух слон майкер титан то есть снайпер у нас нет а как бед не нажил придется брать лемминга брюс пусть учатся школе сейчас надо сделать бонусную партизан очки сделать бонус по экспе опытный убийца раз уж я деньги на сером поднял вербуем блин то леммин кого не жалко я не хочу так это пептар тут всех жалко о буду не жалко давайте возьмем уже не тащит адвент офисерс might be more resourceful than your average trooper я попал будет тяжело это мне модули есть ну один из них модуль на точность который снайперу а второй на крит который и так у меня тут стоит базовый правда десяточка ой пятерочка то есть я по хорошему должен на другого что мне какая вывешать но уже два модуля свободно правильно да меткость сто процентов идет этому снайперу крит сто процентов идет штурмовику и тратить один модуль хотя давай потому что это основной штурмовик у нас что с богом а давай сделаем еще одну свето шумовую они хорошо заходят хорошая новость в том что это все еще тот же самый месяц из новых монстров типа бутонов сейчас не будет и надо стараться качать только офицерский состав из майкера титана вытащите випы из транспортного средства вскрою мэг аппетит спецов очень хорошая идея вскрывается быстро и там апгрейд очень полезно так долго карта генерится по левой части карты сто процентов идет не суемся наверх не суемся в окном идем аккуратно 12 ходов бежать очень долго то есть это здание мы обходим тут тупичок как раз вдоль проходим снайпер у нас нет да 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 так а что там у нас стекло или не стекло можно на фул подхожу очень простой пак пока что они могут выскочить любой момент я без оверов как верить они не дают до меня в любом случае на этот ход тем более видите они падают вообще куда то да это уже интересней это уже интереснее а сейчас наверно по пол хода соберу очень надо двигаться а кто их видит майкер их видит как так через стеклянную наверно вот эту вот штуку укрытие не завезли уже с фланга могут войти и хорошо бы еще один ход подождать на овере ну то есть подойти на пол шага и посмотреть куда они все-таки будут двигаться вот оно все это пол я хочу увидеть точно где находится где находится 2 чтобы правильно кинуть гренг он рядышком окей ну понятно что гренг понятно что не падают понятно просто непонятно кого как на оверах оставлять наверное стоит всем оверы одному светошумовую потому что опасность представляет милишник а светошумовая у меня кстати 2 это замечательно и полоса и разрезали и и и и и и поехали это пункт 3 3 падения еще по 3 3 наверно 3 3 ну и остатки должны достреливать но если нет будет еще страховка так милишника отлично и вот сразу подгон ну а чего не это самое опасно подходить то есть с одной стороны хочется с другой стороны я понимаю что могу пак спулить там дырень и это четыре клетки он так и так не сможет ничего толкового сделать начну сейчас панику наводить просто overwatch пусть он там контроль паника забей сейчас мы освободим слона а то я мог выйти с пулить пока это было моё последнее действие на этом ходу и все и удаляй эти резать наверное а стоп я я маскировки еще какой резать не надо никого резать просто убивать а у меня overwatch сохранился старый капец вот я это уже второй раз на эти грабли блин попадаю что overwatch твой последнее действие контрольная сохраняется скотина надо полонись про этом все пришел в себя собираю лук что там у нас бонусный лук просто ценный расширенный магазин и модифицированное автозаряжение тоже второго левого модификаторы собираем так муд у нас за лейминга в принципе вип близко очень близко вип миксер идет вперед вообще он под маскировкой он может активнее идти вперед не зря же ее прокачал слева я вижу можно сломать хорошая новость попробуем спецом смотреть что нас там по доступам там же не только до випа нужно добраться нам же еще нужно эвакуироваться а это еще плюс 2 ходов что там еще раз подкрепление к нашей позиции метка солдат увеличивается на 15 вероятность нанесения критический урон нет давайте первоначально миссию тут слишком низкая вероятность я бы пофармил но если был уверен что есть время на это а пока я могу сказать что времени у меня в обрез вижу вижу офицера у машины не не показывают но я вижу вот здесь нэс-1-5 битвайс хостел интерцептор заринбанда неркар и позиция файл брэнд из алиммедед вендо to provide extraction хочется сюда пробежать но там скорее всего бак и не показывается что я чем лучше вот так сделать да я бы спалился а нет я попаду к в одной клетке от того чтобы спалиться был так как бы мне сделать так чтобы ну я сюда если добегу то у меня спалят к сожалению нужно брать этот пак а там кто там там кажется было офицер плюс 2 милишных это странный микс такой эвакуация куда кваться полтора хода надо подумать могу ли я как-то словить их на овере я могу если они сами на меня пойдут так и могу их словить на оверя могу спулить но зачем нет отсюда тоже окажись хуже увижу так я точно вижу короче нужно пробовать вот эту клетку окончить хорошо это упрощает задачу и тогда есть место которое сейчас один ход овер с подсветочкой ну я подхожу штурмовиком они не ходят да там два таких 2 милишных хорошо бы сразу светошум туда закинуть где не хватает клеточек отсюда отсюда идеально давай тогда так поехали и не разбегутся сильно и нейтрализовали сразу же то есть они вообще не разбегутся точно сейчас туда попробуем гренку на гренку надо исключительно ювелирный кидать а я не видел типа они не спулились сейчас разбежались может это кстати к лучшему потому что я мог машину задеть а так я хоть и двоих они троих но зато вот так раз кавры у обоих сносим а там не офицер там обычный лемминг вообще а там офицер лемминг и милишный вот все разобрался наконец то ну хорошо опасный конечно самый это милишный но милишного мы можем с очень хорошей вероятностью добить 87 что попадем 67 что убьем здесь протокол нападения скорее всего буду бы пострелять подойти поближе пострелять готов маловатым 65 раз солдат адвента обычный хорош буду ловелапаться должен сейчас дальше мы должны вот этого упыря убить нет опаснее все таки опаснее он же изолирован опаснее все таки этот хотя они в принципе ход целый теряют может тогда мне не уходите за нет стрелять стреляет тебя тут такой дамок нельзя было просто пусть я откроюсь там еще один пак есть зато так мы все я остался один да можно еще пострелять 74 лучше подойду стрельну хотя мне все под фулкавром кроме тебя будут тогда ладно подойди вот так и стрельну 74 попадем убьем конечно это не троечку может быть с критом шансов нет хорошо в один ход фактически разобрались прикольная тема со светошумом потому что он далеко кидается раньше него большую фактически ты можешь подойти так что не спу лишь противника теперь нужны vip и вызволяется а вход-то сзади слушайте может быть я сейчас сломаю у меня запас по ходам есть я как раз сейчас могу подходить всеми а открывать и сейчас практически идеальный момент для того чтобы форма дуть врагов сейчас подкрепа вроде должно быть на пятом ниже привязки к ходам из привязка к времени когда ты либо открываешь после этого идет подкрепа через ход дверь фургон можно взламывать спецом насколько я понимаю но спец должен находиться он должен видеть что ломается вот в чем дело поэтому не может что 6 ходов ломаем светошум есть протокол есть одна граната кажется еще есть да еще одна граната здесь давай пробуем так я лучше встану вот так потому что они скорее всего будут с той стороны десантироваться а я не смогу походить если поехали но я возьму вероятные события то есть на того человек хотя мою задача фармить так что маловероятные беру извините 15 точно 25 крита на всю команду на 3 хода я думаю над действовать слева казалось так но я захожу к двери открываю то есть это тоже ясно но я открою просто баф на посмотреть какие то есть неземные сплавы и чай подводить специалист сюда получается да да прав товарищ оказался ну опять же ходы в запасе есть единственное я бы ой слушайте я же могу а я могу так взломать я могу взломать не забегая за косяк какой там дебаф идет кажется там без отрицательного может быть да вообще нет эффекта давай 60 о 98 выпало где-то мог база пришельцев сейчас открыть 50 кейк хочу открывать то будем дверь то двигаться к эвакуации к точке эвакуации а вы мария очень медленно бегает я не хочу справа убежать потому что там есть шанс что сейчас будет десант кажется то есть в конце этого ой факт ой там мэк что ли нет не лишние обычные если кто это давать ребят у вас бонус к точности же плюс 15 я мое и вот скриптовый тот самый который после того как ты хотел он тоже на пятом ходу так я думаю что не стоит сейчас никуда бежать надо просто взять и хладнокровно вот этих вот пыреев замочить пока у меня есть баф и вот ключевое это светошум на двух левых все кто это вообще порезать можно так это же последний пак давай аркадем лаз баф уху на скотина так дальше подходим а вы мария уводим в общем для начала следующий пачок будет и не успею хотя нет я успеваю я как раз успеваю тут флангануть можно одного пыря может и нельзя так давай-ка поближе это что у нас это у нас первая клетка машины с того просто не флангануть я уже полез в аркаду поэтому глупо сейчас искать укрытие я просто подхожу так как могу кидаю сейчас гренку там убираю хп убираю кавер да че то хреново я убираю кавер ну мне милишного надо убивать так что я лучше по нему гренку закину а что по точности у нас же бонус 43-74 нифига себе вообще а у олега купцова гарантированный урон на трешечку да у него либо фланг либо светошумовая он может реально зайти флангануть человека учитывая в любом случае ты подходи разберемся он должен вообще сейчас уничтожить одного из фланга 92 и крит дикий 65 но что мне делать с этим товарищем если мне удастся снять у него гранаты укрытие и хп то можно сначала по нему пострелять ну в смысле граната пострелять два раза если он умрет то просто мочить оставшегося этого мелкого да я аркадий 85 хэвик стреляет попадет убьет 85 карл 85 конечно еще 85 ваши ставки господа хорошо ну и все и получается мы 92 убиваем этого с очень высокой вероятностью сэкономили светошумовую справились в один ход и сейчас у нас следующий пак вип должен успевать дойти до точки эвакуации а на меня еще должен распространяться один ход баф я надеюсь три обычных солдата ребята братка показывают по телеку машинки 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 и браток да трое обычных разбежались три хода е-мое так вип добегает ага не погоди не эвакуируйся ты наши глаза что-то перестала видеть баф еще есть но вы знаете мне не нравится ситуация там я лучше уж буду так думай 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 что думать фулл кавер тебе нужны светошум ты не докидываешь можешь можно знаете что сделать можно пустить только одного вперед прям так сильно вперед на рывок например михаила на него кинуть протокол помощи остальные подойдут на пол хода там кто-то перезарядиться кто-то встанет на овер потому что мне все равно хватает ходов а вот если я сейчас полностью пробегу у них будет три выстрела по пусть даже по фулл каверу это может плохо кончится беги не аркадь так я не добегаю в один ход в этом и смысл что что вы вот я бы сейчас на фулл добежал об этом я и говорю я добегаю там на фулл фулл кавер там фулл кавер фулл кавер фулл кавер ну где-нибудь здесь рядышком и на следующий добегаю но они втроем стреляют точно по всем и выбирая между трое стреляют по всем по рандомным чувакам или трое стреляют по одному у которого протокол защиты помощи конечно хочется чтобы стреляли по одному те будут отставать буквально на пол хода но за эти пол хода у меня появится возможность так дверь они не откроют наверное вот так лучше пробежать поехали лучше было в пол хода это все сделать конечно да вот увидели сейчас дверь не является кавером а вот это провал я называется изучаю икс ком ну это капец просто как эта дверь не является кавером она же закрытая типа стеклянда козлы а и беги не аркадь я уже прибежал все я наверное второй протокол помощи накинул на него нельзя да больше двух очень жаль может флешку удастся кинуть я побежал в общем 7 да флешку ты как раз как раз тем кинул протокол помощи кто мог флешку закинуть это капец просто ну все я михаила теряю скорее всего и 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 заканчивается третий ход овервотч хорошо не попадите прошу не попадите там 55 где-то есть они мимо о пульс подскочил так овервотч прошу овервотч михалыч паникует так два овервотч ребят два овервотча один можем снять протокол нападения а может светошум я не докину светошум скорее всего да мне нужно подойти так чтобы типа овервотч не сработал такого не будет не надо подходить и протокол нападения одного а второго уже получается аркадить либо пытаться пробить пробить поехали да только протокол нападения теперь нет и 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 протокол и резать чтобы чтобы пацанов спасать резать потому что на рывке еще минус двадцатка у них точность 65 протокол соответственно 45 и рвок еще то ли десятку то ли двадцатку срезает на этих событий будет 22 раза по 35 и два раза по 25 но если этого сейчас не сделаю понимаете я же буду лучше так нет это неправильно было сделано было дальше мимо 1 ну промокнись 3 хита добеги миш просто добеги красавчик теперь пацаны могут действовать спокойнее свободнее и скорее всего не надо сейчас рыбок делать не пытаться их убить пытаться эвакуироваться так но этим это можно в общем-то пострелять потому что эти можно пострелять нет тут не всеми надо ли вас нет смысла сейчас на эвакуации бежать по крайней мере на overwatch можно поймать единственно откуда наш подругам у нее фланг неприятный и тут овервач и тут овервач мишка держись есть овервач давай-давай-давай ребята ребята ну хотя бы одного снимите блин второй нет второй не будет пошел слон 3 ну хит где держись мишка кавры есть есть молодец так как снимать овервач протокол нападения и я горю вообще капец мне один хит остался протокол нападение есть но блин какой протокол нападения я же если сейчас езжу протокол я не уйду отсюда просто и тут мун сказав что-то по-корейским побежал вперед получив он же паникует главное я уж испугался что титан будет паниковать не ребята мы просто валим мы просто валим возможно сейчас постреляем еще конечно там последними бросоками на михалыча нужно обязательно он там от двери это и не только она ему укрытие не дала но еще зажгла его стан добегает молодец с эвакуацией эвакуации и к эвакуации давай постреляем вот поэтому еще это он ее мое на испугался скотина кричал пух и после этих слов куда-то улетел а у нас паникер что не эвакуируется мун наконец-то тебя заберут на твою родную планету если ты конечно выживешь о нет ты спас нас всех два овервотча вот это баран говорят солдаты мун отыграл просто на все 100 инопланетяне наш любимый ничего ранение у майкера это самое самое большое большой минус еще на минорное ранение кажется было у кого-то ну и ему ну мы оставили до повышаем слона протокол нападения саппорт две перезарядки халявные и мария шишина как возвращенный вип будет ученым у нас на базе слушайте а раз у нас появились разведданные которые мы пока не можем потратить может быть стоит на черном рынке как у нас офицера приобрести о данная станции это же клёвая штука а я регион недоподключил давайте регион бабло а потом ожидаю разведанный конечно не хочется тратиться они всегда в цене контакт устанавливаем интересно какой бонус еще будет регион раньше был индикатор раз-два-три а мария инженер ой я профукал момент апплещей а без ретрансэнтеров нет бонусов но я могу же сделать ретран капец там магнитка 6 дней но лучше наверно бонус там может быть просто бонус козырный на дополнительную ячейку например магнитку я могу к миссии да и бонус тут тоже можешь к миссии это вот риск давай магнитка это дополнительная ячейка гарантирована точно прогресс сохраняется блэк-харт я вот только думаю что может быть бонус на исследование распространяется не на все время игорь андреевич учится 7 дней ждем тэй на самом деле ты особо не ждем у нас вот четыре человека и михаил который отдыхает можно даже гренадёра второго выбрать вместо тэй как бы там одинаковый про приблизительно главное что снайпер спец гренадер вернулись жалко что что маик отдыхает так тут есть или за ресурсами слетать зачем сейчас могут понадобиться ресурс но раскопаем и будут ресурс да давай лучше развед данные это ориентировочно развед данные они ценнее сейчас чем хотя может быть данная санкции это данные об объекте данные станции они это расположение до одной из секретных станций пришельцев класс это хорошо это задел под аватар на самом деле а вот и новые цели у нас три ивента дают в одном случае инжа в другом материалах третьем ученого конечно ценный инж и предотвращение скрытого события другие события подкрепление терпимо материалы забейте короче надо брать инжа на мой взгляд и предотвращать какой-то непонятный а там может быть вплоть до штурма тарелки поэтому лучше такие события гасить и для начала лучше открывать в начале месяца но мне не было разведданных для того чтобы открыть это третье скрытые события поехали нового звания высший сержант мне не было поэтому апгрейда в школе офицеров тоже не видать по факту есть два хэвика есть снайпер и два специалистов вроде неплохо единственное что я пока не забыл надо навесить улучшение на оружие а меткость у револьвера уже есть десяточка оказывается так 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 ну тогда я бы хэвику тогда накинул хотя хэвику желательно одному патроны другому точность павел казнецов должен быть поточнее пуха хотя 69 какая-то точность все равно не ахти 67 но это хэвики у них с точностью проблема если мы возьмем титана какого-нибудь 74 уже лучше и 71 но у титана улучшение уже есть оружие так что скорее всего слону накидываем урона в смысле меткость а хэвиком как раз можно дать перезарядочку потому что не очень часто тратится патроны и на следующих левелах подавление всякие уничтожение преград будут требовать короче быстрая перезарядка пук уйдет и пока что размер магазина второму хэвиком братком что по светошуму два светошума пять обычных гранат какие-то у нас способности появились на же кто-то апнулся так тут танк нападение да револьвер с должен впереди быть руки молнии у него и ответный огонь а 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 это здание приятное потому что она сразу под передатчик многоярусные созданиями конечно все равно нужно очень аккуратно действовать потому что мало ли что я побежал зачем так быстро непонятно что ограничение на количество ходов серьезного нет что-то взбрело мне в голову рвануть за копей оставляю пару-тройку верующий опа по передачку быть это змея причем такой шлейф зелененькие от плазмы очень медленно раз уходит может быть даже имеет смысл сейчас свернуть с пути хотя погодите я же еще вышки могу поломать а тут вон впереди вышка одна есть вдруг там есть посмотрим неудачный взлом повышает защиту мобильность противника оставляем до конца не до последнего одного-двух противников запас материалов нам дадут случае чего а он нам нужен потому что магнитка скоро сделается и на магнитку материалы нужны можно снайпера конечно сразу вывести да блин опасно так открытие нет слева могут быть враги ладно время есть время есть лучше не суетиться вот змея 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 вижу змею змея и парочка плембингов так 5 коверов не завезли 2 пока сразу причем милишный пак вообще пуха подвожу поближе чтобы он смог гренками закидывать вообще туда второго хэвика тоже нужно подводить да вот офицер два лемминга светошум там один есть но и в общем-то неплохая позиция и для спеца в том числе главное спланировать все хорошо револьвер учитывая его пистолетный такой режим тут каверов нет блин ребята нету каверов что выманить их лучше а вывели дизайнеры позиция поехали а может мы их ой с фанга сейчас могут вы можете часы отдельно убьем просто так нет тех мы спулем если вот эти вот двое будут на данных позициях тут мы точно спулем я бы прошел вот так вот обошел опасные зоны этим бы тоже свалить но место нет куда валить ладно я надеюсь что не с пулем что дальше то гренка дальше гренка светошум на страховку как обычно очень действием остальные всего вверх сидят улыбаются может кроме наверное снайпера потому что он тоже с руками молниями в такой позиции всего могут они могут уйти влево не могут идти вправо то есть снайперы я так а светошум здесь да да светошим лучше здесь значит ты точно и точно ты скип ты поле шпак мне не нравится что два полу укрытия здесь у меня бах 433 главное что верхние цены не очень нужны оп оверотч хорошо вроде не спулились 4 хита еще немножечко ну там снайпер добавит если что ой хэвик еще попал красавцы красавцы так ну здесь смотрите либо я револьвером но револьвером я не убью всех то есть я убью только одного блин то что светошум то это понятно просто да по любому светошум можно револьвера подставить и считывая то что у него есть обилка подставить его вот так скажем так они не пойдут в милие тебе нужно наоборот прятаться в ась забираемся тогда сюда давай потом руки молнии и выстрел из пистолета глядишь там одного снимем хотя кажется такого руки молнии два три раз дадут мне пистолет еще кажется дают там свободное действие и два вот вопрос что сделать правой точно с нее хреновый но он флангует дезориентация работает миллионовый ворваться не может а белка не работает то есть только стрелять вопрос откуда убегает вообще убегает все понятно и он не сориентировался совсем так кого я должен качать качать я должен спеца купцова вот этого титана нашего спеца но лучше чтобы ковер был отходим да видите светошумовые какие хорошие семьдесят пять процентов попадет молодец промазал единичка а для револьвера тоже килл все нужно из обычной винтовки снайперские там хватает так это первый пак это первый пак опасный кстати был пак в сравнении со вторым который будет то есть офицер два солдата а там два милишника измея это серьезная банда чуть поближе к хэвиком здесь подожду ближе походить не буду оп овервотч отлично и второй пак слева вижу одного обычного и скорее всего там сектой короче еще одна массовочка будет второй овервотч тоже от хэвика да нет попал вроде да четыре пятаса красавка еще овер мимо дальний пак спулили вроде не спулили даже так ну смотрите есть возможность скинуть еще один светошум потому что там укрытий достаточно много и я вряд ли ну хотя гренкой если вот так вот кинуть гренку убьем офицера я не хочу гренки потому что лучше может потеряться меркантильный какой да так а слон слон обойти тоже не может он может обойти но без ковра останется неприятно михаил не выпендривался бы ты давайте не будем выпендриваться реально миссии это важны все миссии важны поехали одного точно убиваем у второго скорее всего сносим какую-то часть укрытий может повижен он там появится может еще как-то повышение этот снайпер интересует кого видит отлично уже есть выбор кого стрелять причем по одному 84 стреляем ну чуть больше чем по правому по левому хорош так что у нас здесь подходить ближе не рекомендуется а мы двумя протоколами атаки можем его забрать это во первых даст необходимый килл с титану и это гарантированно убьет его без какого-либо риска раз два и остается третий пак мы видели только одного обычного солдата в этом паке но может сейчас о повышение есть это уже после сержанта там что капитан не капитан ну в общем теперь будут доступны следующие улучшения в школе офицеров партизанской школе это хорошо ну чё я подхожу так давайте приведем в порядок тут напрашивается релоды напрашивается короче нужно револьвера подвести чередуем перезарядки с овервочем а у а у 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 уловая забрали можно сказать чередуем перезарядки повторяю сверху светошум один есть может приползут они ходят там ходят точно а вот они есть ну их двое сектой это не змея я налажался анимации выстрела еще overwatch еще ребята а их трое там не забыть вышку еще спулить так пошли еще оверы давайте давайте единичка это это мимо но приклад сработал тут попадание отлично минус один одного солдата убили уже хорошо че ломаем я думаю да надо ломать каким из ломать который не очень опытный причем сначала протокол помощи скажем на авангард на пуха я скорее всего возьму какую-то реалистичную тему то есть не максимальную там 20 или сколько там процентов а что ближе к 40 увеличить защиту этих барсуков как бы 45 или сначала довести их до нужного да давай сначала доведем зачем сразу ломать причем желательно реально сначала солдата просто минуснуть он опаснее сектоида в первый ход ну вот так просто делаем все укрытие уничтожаем зря я пуха только прокачиваю надеюсь что солдат не убьет и я смогу титаном еще один kills хотя это не нужно он уже получил kills револьверу кажись тогда нужно до руки молнии 55 всего из винтовочки лучшим по из винтовочки вообще хорошо но из винтовочки ты не убьешь его то есть не факт что убьешь 30 процентов что лучше один раз 72 или два раза по 55 лучше вообще тебе сектоида убить то есть ты например протокол нападения на на этого и из винтовочки вы добивали вот это правильная последовательность почему 87 был же 100 вообще этого что-то не снайпер работаем сейчас точно убьем то есть три процента окошко всего лишь что не справится хорошо лут есть еще лут не взорвали отлично ну все теперь ломаем теперь ломаем а можно гренка убить гарантированно этого солдатом молнию горит можно виситовка круто это я накосячил да этим немножко материала попробуем да даже 45 процентов не вытянули повысили защиту и мобильность противников но противник то один остался поэтому от гранаты он не увернется ни одного ранения взяли лут прокачали кого надо даже вышку взяли то есть миссия была пройдена чистенько молодцы безупречно никаких жертв никаких ранений лут взяли сейчас посмотрим еще какой лут взяли еще могли материалов привести смотрим что там у нас по левелапу и мы сейчас отряд до шестерых можем вроде как увеличить и там нужно следующее звание посмотрим итак два повышения браток хэвик сапресс или подрыв подрыв не хочу потому что мне тогда хэвика и так укрытие мы уничтожаем я возьму лучше сапресс если мне дадут конечно тыкнуть так у титана либо протокол скрак сканирования либо полевой врач я думаю что надо брать врача учитывая хардкор то что скан можно заменить одной ячейкой нужного предмета ну там конечно не такой рейндж но протокол сканирования я качал пытался пользоваться им он реально помогает в первую очередь на терроре против безликих но чем дальше тем менее актуальна эта тема поэтому я возьму полевого врача и надо медики тогда не забыть купить не выбирается у нас к черту так кэш данных и ядро и лири ok viper акселент макинжа дали your effort continue to bolster и не нужен на просто глоб чистим следующий ярус долго будем чистить но больше ему нечем заняться более того я могу в центре военных технологий на михаил например подзабить на его ранение может здесь повысим все таки хочется же повысить до человека здесь получилось врача лучше тому кто гремли нам лично это понятно что они сочетаются но протокол гремли на лечение мне меньше значительно нравится чем я начинал играть через гремли на лечение но когда ты встречаешься с мэками бронированными с этими туретками и причем лечение тебе особо пока у тебя армора нет лечение вообще не помогает то есть тебя человека ранили вылечишь ты его не вылечишь все равно этим человеком будешь дома отдыхать когда армор у тебя появляется то уже другое дело с той часть которую сняли не дошли до тела как говорится ее можно вылечить но сейчас это абсолютно не актуально сейчас если ты ранен то ты ранен армора нет магнитка через два дня я не знаю что там них хватит не хватит на что нам магнитное оружие доступны ресурсы да их нужно забрать контакты с сопротивлением отчет им бабло надо взять бабло до собирать потому что сейчас придется очень много тратить ну курс магнитка готова круто но еще нужно купить комендарь вот и адвен офисы корр лин колл стоит вычит по форме авто доступен новый вид нет магнитная винтовка картичная пушка магнитный пистолет и что-то еще исследование оружия гаусс это снайперская а то есть дают сразу пистолет класс картичная пушка это дробаш сразу винтовка тоже сектоидов скрыли мгновенно ментальный щит конечно конечно но я сейчас должен радио сопротивления делать делать что бонус от региона получить безлика вы бы еще вскрыть конечно для илюхи но радио давайте посмотрим что у нас по бойцам по пушкам в частности вот это например ничего просто нужно сейчас брать и это еще покупать производство предметов оружие пистолет только снайперу винтовка двум но не так дорого стоит пистолетик вообще халява а стоп подождите нет картечный это дробаш а винтовка типа для всех но для всех на самом деле у меня только один два человека с этой винтовкой ходят так что лучше взять дробовик и пистолет для начала сейчас глядишь материалов еще по нотырим сделаем еще можем развед данные поменять конечно еще на материалы у меня же еще в партизанской школе тактики новые эффект от персональных боевых систем значительно улучшается заметно улучшается это видимо мы будем более крутые апдейты для оружия да и люху пофиксили прям да и люхе сейчас лететь не стоит сейчас вот в 4 дня я бонус получу по по региону он рандомен конечно же рандомен но непонятно там может быть очень хороший бонус это старые это старые ну здесь только комплексное оружие из новых персональные боевые у меня персональных боевых на самом деле нет реле питания доделываем тут нахил тут расчистка 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 и эти собираем гренадера учим да да тяжело пацаны все впритык просто Игорь Андреевич гренадер новенький в партизанской школе кажется никого нет надо лемминга купить а где ты лемминга купишь за 30 за 31 бакс и даже после того как материалы соберешь не хочется тратить это ну что черт черный рынок и разве данные сливаем пожалуй так и надо все равно у меня спутникового модуля нет я до этого момента бульон о обломки МЕК АДВЕНТА трубка оооо да тут много шлака обломки МЕКа надо исследовать а дни оставим турелька это защита от атаки базы да что-то хреновая на продавал эти не стоит вообще продавать ладно хорошо а если я куплю у тебя материалов охинжа можно за 100 развед данных можно купить за 40 развед данных 115 материал это мне позволит это мне позволит сделать в школе офицеров а и или купить винтовки короче да это важнее чем все хватит продавая все трупы сейчас на них цена не очень хорошим ну что взлетно-посадочные контакты с сопротивлением сейчас могу винтовки уже купить благодаря продажам реле питания готова до опа аватар опять да скоро надо будет базу что запас еще есть мне бы специалистов двух серьезнее апнуть чтобы у всех был протокол блокировки есть есть уже энергия можем туда им же кстати закинуть один инженер вроде как у меня свободен и они не свободен я реле делал так просто что нужно нужен этот модуль сателлитный спутниковый вот здесь вот через шесть дней его пилить надо него нужно бабло энергии на него хватит и пока все деньги не тратим до миссии по крайней мере аптечку же еще надо купить столько всего вещь так радио готова ну а дальше скорее всего иллюху нам делать вскрытие безликого террор скоро будет и так материалов на первое льем не хватит о абсолютно оружие что там дает какой бонус есть дополнительный ячейка самая халява блин это лучший апгрейд ох это лучший бонус от континента это такая халява ребятушки ой просто всем можно сейчас дать там граната плюс медикит например граната плюс армор штурмовику только нужно сделать еще один ретранслятор вышку надо только понять куда я буду двигаться скорее сюда налево здесь вышку надо пилить срочно пофиг на контакты с сопротивлением срочно фильм вышку инженер сидит шары гоняет как шары гоняет если он михаила лечит уверен что михаил уже вернулся он лечит 7 дней а это слот на вооружение доп ячейка модификатор так это что же круче в смысле я только слышал я смотрел там трансляцию до воды на оружие моды на оружие моды на оружие а у меня нет модов наружу мне нужны воды на оружие на черном рынке за развед данные покупать в любом случае нужно сначала как бы сделать так чтобы до террор так ребят очень важная миссия очень 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 важная миссия надо скорее всего заградить пушки оставшиеся стоп а где дробовик меня же был штурмовик а у меня одного штурмовика убили классно тогда точно винтовки нужны я без дроба шей все только пистолету снайпера из нового так ладно точно пушки накопал бы два дня получишь один контакт на халяву не понял каким образом на халяву контакт получается там просто вышку ставлю уже получен контакт в этом регионе лыбе станды гиганты не совсем понимаю так по по производству предметов магнитная пушка и оптичку бы купить денег нет ни денег даже на оптичку на маленькую оптичку страшновато лучше кстати мирных не спасать если есть риск пофиг на минус бабло это не самый важный добавится плюс один контакт на халяву безвыше добавится плюс один контакт на халяву умел ввиду сканировал события контакта сопротивлением один контакт на халяву так он уж не пропадет они же эти вот такие уэнта они висят очень долго без постройки модуля связи понял я не знал на самом деле так пушки сразу заменились как мы видим магнитные раз-два у хэвиков пушки старую снайпер только пистолет и ну все аптечка я взять не могу может пропасть не больше двух недель я понял но это задание не могу игнорировать ты смогу но особо это выигрыш не даст всего два дня модуля че модуль и нет модулей от захватывать лут очень нужен это будет три ячейки на пушках такая дичайшая просто халява дичайшая итак у нас есть два хэвика два спеца один снайпер то есть без штурмовика че ж поделать надо работать так давайте сделать перерыв на минутку на две минутки и подготовим соответственно к этой миссии все равно загружаться пол минуты будет и вот и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Занимаем нормальное укрытие. Что-то горит. Здесь вроде ок. Заодно проверим. Хотя, конечно, надо вообще подходить вплотную к человеку, чтобы выяснить, это мирный или не мирный. Мирный. Первый пошел. Револьвер надо держать, да, держать тоже поближе. Мы видим, что он с пистолета, особенно грейжного, сейчас будет уже начинать неплохой ДПС выдавать. Прямо по курсу. Там два мирных, надо туда двигаться. Топает кто-то. Ну, точно не змея, как бы. Мирного стреляют, видимо. Мутон бронированный сверху. Ой, в смысле, обычный. Да, мутон не так уж и далеко, получается. Открылась дверь. Ну, я побежал до кавра. Еще мирный дальше. О, а вот этот... Ты не понять, есть ли там разница или нет? Этот вообще стоит тоже спокойно. Не, не понять, видимо, по выражению. Это дезинформация была от чувака. Надо, работаем, спасаем. Два. Два, два, два. Так, слева есть мирный? Поблизости, к сожалению, нет. Это он следующий ход. Но вот надо этого и этого спасти, попытаться. То есть все сдвигаются сейчас направо. Даже, наверное, без... Без серьезных овервочей. Опять мутон шумит. На втором этаже кого-то убивает. Жуть. Так, трех гражданских уже убили. Тут трое стоит. Я пошел. Очень хороший вижен откроется. Блин, сейчас я чувствую. Трое. Но каждый из них может быть безликим, понимаете? А то и двое. Поэтому... Сюда я не полезу. То есть этих трех спасу уже останется всего один на спасение. Если, конечно, там не безликие. Опа, пак. Два миличных мутон. Плохо. Ну, здесь точно светошум. Единственное, что кажется, я дальнего не достану. И за стенки. Да, но... Хотя бы так. Допустим. Я должен сейчас списываться. Я не могу сейчас кайтить. Потому что они же начнут сейчас мирных резать. И... Ну, и подходить близко не хочется. Более того... Дальний до меня добежит. А-а-а. Слушайте, у меня же здесь еще один специалист, который... В теории может кинуть по-другому. Светошум. О! Вот так. Причем, по рейнджу... Вот подсвечивается, что я попадаю и поэтому, и поэтому, и поэтому. Но клетка, типа, не достает. Вот так достает клетка. Но, учитывая то, что он не подсвечивается... Короче, надо вот так вот кидать. Это может по трем попасть. Если, конечно, опять не баги. Поехал. Да, по всем. Класс. Ну, тоже баги. Должно было показаться, что... Что я и зону слева задеваю. Так, они сейчас подтупливают, да? Но... Мы должны этот ход использовать... Гренку Дамутона кинуть и, возможно, снять еще укрытие у дальнего. Хэвики далеко. Хэвики далеко. Плохая позиция. Ну, в общем, одного хэвика в любом случае сюда. Может, достанем по двум ближним. Да, достаем только по Мутону. Ну, по Мутону надо, конечно, стрелять. Если стрелять. Есть еще сапресс. Не забываем. Тут с общим видом 70%, кстати. Ревыч может... Но, учитывая то, что у него грейжный пистолет, а также есть руки молнии, которые не будут работать, если я не подойду. Какое-то неудачное возвышение здесь, а? А сюда уже опасно подходить. Так, давай посмотрим. Отсюда мы видим кого-то. Никого не видим отсюда. Короче, револьвер, скорее всего, к сожалению, стреляет просто как может. Вот так вот. Потому что, во-первых, подойдет кто-то из них в любом случае. И места, куда переводить револьвера, нет. А так он, видите, шестерку снимает. Хорошо, два урона. В общем-то, один специалист у меня был. И он может протоколом атаки добить одного милишника. Хотя он, признаюсь, не представляет сейчас такой серьезной угрозы. И важнее, наверное, сосредоточиться на... Может, даже на подготовке к следующему ходу. Завести, например, пух и сюда. Да, не будем сейчас, наверное, кидать. Ничего такого. Так, тут фулл кавер хорошо. Убиваем копейщика. Но они еще дезориентированы. То есть, гранаты не будет. Точность будет очень фиговая. Я под каверами сижу. Причем все сидят под полными каверами. Кроме братка, который, кстати, может сопреснуть просто. Хотя, может быть, стоит все-таки не жалеть и потратить... Да, давайте потратим... Снимем просто армор у мутона. Пофиг на то, что... Только одна цель, но зато какая цель? Его нужно выводить постепенно из строя. Сопрес надо было на мутона, но так бы я не снял армор. Мутон, кажется, загорится сейчас. Он стоит прямо на этой штуке. Загорелся? Кажется, загорелся. Ой! Безлики рядом! Ой, он добегает! Спас мирных называется. Это провал. Еще минус мирный. Овервочем утону. А может, Безлики не будет ходить? Пожалуйста. Ходим. Ну все. Прыгает наверх, там сплошь еще. Капец. Там такая грязь. Нет. Нет. Умирает сразу. Лучше, блин, я скан взял. Безлики топ-1 приоритет. Тех мы можем все еще флешкой в пигарец. Да, лучше руки молнии и пистолет. Или винтовочку. Винтовочка лучше. По урону лучше винтовочка уже. Блин, какой ДПС, я не знаю, кровь дает пистолетом. Ну пока, пока последних вот скиллов не появилось. В мидгейме он тащил. Тут протокол нападения убиваем точно. Тут скорее всего... Блин, я боюсь подходить. Дай бог еще кого-нибудь с пулям. Тем более, не можем подходить, потому что у нас же... Короче, еще одна гренка. Потом еще одна дезориентация. Сейчас Overwatch мы снимаем. Безликовым протоколом точным. Минус с ним. Куторморовому-то он осталось... Не осталось. Ну и все. И как бы это все. А, он не может по-дальним... Нет, может. Он не мог по-троим. Все, пошла вторая светошумовая. А что, она не обновляется, что ли? Газ светошума гасит гарену на мутону. Тут, видишь, какая ситуация? И не только на мутону. На двух милишниках, прежде всего, светошума. Да, работает дезориентация. Хорошо. Амирный продолжает гибнуть. Так, стоп. А это первый вообще пак у меня, да? Это же первый пак. Это только первый пак. Так. Значит, нужно снять Overwatch. Скорее всего, опять же, протоколом это делаем. Но прежде чем юзать протокол, я сделал сначала протокол защиты. На слона, потому что он раненый, находится впереди. Хотя он может сверху пострелять. Зачем тратить протокол, если мы можем... Так вот зарядить, и все. Стопроцентное попадание, 40-процентный крит. Пушки-то хорошие. Чего не пострелять? Overwatch сняли. Тот еще будет ход дезориентирован. Надо думать о спасении мирных все-таки. Мне нужно спасти 4 человека из 5. 4 человека из 5. Я вижу только двоих. Троих. Причем третий находится непосредственно в близости к паке. Вот еще один. Но не факт, что это мирный. Мы уже проходили эту хрень. Надо в любом случае подходить. Квадратный поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Квадратный, спасибо тебе. Михаил, доброго вечера. Доброй ночи. Жги топчи. Удачи и здоровья тебе, семье. Успехов проекту. Ави, товарищи. Мишаня тащи. Спасибо еще раз и за саппорты, и за слова добрые. Я уже тут подраскис мутона. Револьвер мутона добьет, только ленивый мутон не добьет. Вопрос только, каким образом мы этого мутона добиваем. И вообще, что делаем дальше. Потому что слишком... Рядом с Титаном мирный за скалой. Я... За Титаном? А, этот еще. То есть, раз, два, три, четыре. И пятый есть. Вот они все здесь. Но есть же еще, блин, безликий. То есть, еще где-то есть один. А вероятность того, что безликий находится где-то вот в этих, она очень высока. Процентов 85. Если вместе с этим считать. И около 70%. Хотя вот этого мы проверяли, этот бы тоже проявился. Что делать, Михаил? Дезориентация на этого будет работать. То есть, мы можем более-менее спокойно подходить. Подходим. Револьвером из пистолета гарантированно добьем. Только... Ну, хотя там стрелять никто не будет. Давайте с пистоли. Пью-пью. Шестьдесят два. А почему там сто было вообще у чувака? Справа. Уж тогда протоколом его... Не, ну, сначала давай постреляй. А потом глядишь и из протокола. Вот, видишь, и не нужен протокол. Последовательность правильная, нужная. Дезориентация снята. Все-таки он уже пришел в себя. Это капец, он добежит. А у меня всего два Overwatch. Он не умрет. Тут поднимаются снизу. О, вот он. Ну, все. Мне теперь, типа, всех мирных надо спасти. Слушайте, ну лучше даже регион... О-о-о-о. Еще подтянулись. А у меня светошума нет. А там и лишний. И вообще не потому Overwatch. Капец. Нафига тебе этот нужен сектоид? И не попал еще. Ой, такое гадство. Да, тут только один Overwatch. Короче, он добегает, режет. А просковой на сколько? Титана. Оглушен на две единицы. Ну, это все паки, ребят. Это все паки. Самый опасный милишный. Один милишный рядышком мы справимся. А вот с тем надо его гасить гренкой обязательно. Гренка есть только одна. И то у револьвера. А, слушай, ты флангуешь, что ли? Ой, шикардос. Только сначала, друг. Сначала. Протокольчик на себя. Протокольчик. То есть мы их спулилили. Если сейчас не будет никаких шальных выстрелов по мирным, мы еще можем... Там даже запас еще есть один, кстати, оказывается. Давай, 100%. Лучше критонию. 40% критуй, пожалуйста. Не кританок. На 5 хитов. Ну, у него же под гренку. У него же восьмерочка, да? Да. Отлично. То есть это вопрос к гранате револьвера. Хэвики точно стреляют по... По копейщику. Потому что... Ну, у них урон хороший, а меткость не очень. И... Может отсюда? Ох, там этого можем... Спулить. Ну, слушайте. Ну, револьвер-то в любом случае надо куда-то прятаться. О! А тут магнитку. Оглушение у Титана, но хотя нифига не оглушение, он... Нормально может пострелять. А, у него пол хода срезалось, я понял. Ну, тогда он просто стреляет, чем... Лучше сапресс оставить у Хэвика, если... Отлично. Так, один... Это магнитки сейчас вот. Начинаю отрешать. Сапресс. Сапресс ориентировочен того, который будет стрелять. С точностью... А сапресс на сколько точность гасит? В общем... Минус 50. Отлично. То есть мне, по сути, нужно убить вот этого копейщика, да? Убить его Грэнг. Спрятаешь его... Да подходи тогда так. И этого не сагришь. Ой, главное, чтобы этот был не безликим. Фух. Ну, он бы просто сагрился сам, скорее всего. Спасли еще одного мирного. Кидаем Грэнг, убиваем. Какой выстрел из пистолета? Что? Грэночка. И сапрессим последнего стреляющего. Поехали. 50 точность. Это же вообще дичь. Сапресс же еще... Ой, это не последний пак. Вот последний пак. Зомбаря поднимает. Слушайте, ну мне лезть вперед вообще нет смысла тогда. Потому что все мирные, которые вот остались, они находятся вокруг меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Протокол. Full cover. Извините. Так, а что теперь-то? Теперь вариантов-то много. Единственное, что у меня не осталось гранат, чтобы сектоиды как-то выкуривать оттуда. Подходить ближе не хочу. Но учитывая то, что тот пак последний, я могу флангануть этого товарища. Какая тут линия... Так-так-так-так-так, только мне за полуукрытие нужно спрятаться. Овервотч там нет? Нормально. Опа! То ли я из-за того, что я не остановился, то ли из-за... 88%! 88%! Соберись! Чё, револьвер? Может, реально зомбарю отстрелить, а? О, а, 81% по зомбарю. А он дойдёт вообще? Он дойдёт только до этих двоих, но я их могу отвезти, ведь? Да, лучше сыграть надёжнее. Сюда отойду, увижу, куда стрелять. Здесь, соответственно, стреляю по зомбарю. Магниточка. Вот, хороший. 81%! Обязательно голографическую метку запилём. Может, оставить хэвика здесь? Не, не надо, лучше полуукрытие. Чтоб по нему стреляли. Надеюсь. А зачем по зомбарю? Давай поэтому тогда уж. Зомбарь не дойдёт уже. Народ. Револьвер. Увер-вочет. С богом. А вот и парк. Два обычных никчёмных этих... А, трое обычных никчёмных. И они там наубивали столько народу. Револьвер, ну зачем тебе револьвер, а? Если ты нифига не попадаешь. Ладно, ну хорошо хоть спойли, хорошо хоть они обычные. Не забываем про безликого. Сектоид действует. Ну, кавер, блин. Пси-атака. Сопротивляйся. Ну и зомби должен идти. Но сейчас опасность, видите, не только из-за этих трёх. Но из-за того, что сейчас сектоид начнёт стрелять. А у него пушка, вы знаете, серьёзная. Поэтому надо спланировать, кого мы подставляем. Я бы подставил, если честно, хэвика с армором. И его снарядил... Да, он как раз, видите, подходит. Его все видят, надеюсь. Ну, видит большинство. Это раз. А всеми остальными бы отступил. Протокол идёт помощи на хэвикам. Сам стреляет по зомби. Девяносто семь. Ну, давай. Слона мы уводим. Скорее всего. Потому что здесь никаких флангов ни черта я сделать не могу. Я могу, типа, к сектоиду выйти, но... Я очень сильно подставляюсь. Лучше тупо, на мой взгляд, свалить. Причём, свалить так основательно. Обраток перезаряжается просто. Готовится. К револьверу вопрос. Откатились руки молнии. Вероятность попадания удручает. 52. По второму с общим видом наверху 72. Вот это можно сделать. Да, давай. 72 хорошая вероятность. Одного из трёх можем убрать даже сейчас. Хорошая. Ну, и револьвера тоже же есть плюс. Он, как пистолетный снайпер, может вести ответный огонь. Человек, который по нему стреляет. И... В общем, сейчас будет... Опасный очень ход. Да ладно, мирного. Провалено. А вот теперь провалено. Заодно проверим, выйдет ли регион базовый или не выйдет. Суктой тоже будет стрелять. Но он видит вроде только хэвика. Да, по хэвику он вряд ли попадёт. Ну, а теперь будем простреливать. Пока подождём. Возможно, протокол будет лучшим. Тут, скорее всего, сапресс. Тут руки молнии. Точно. 52. И выстрелы из пистолета. Промах. Бывает. Ещё 52 револьвер. Хорошо. Теперь мы протоколом одного гарантированно добиваем. Сапрессим, скорее всего, с сектоидом. А точно никаких других вариантов у нас нет? У нас слон есть. Но у слона... Ему лучше, опять же, протокол накинуть. И лучше на титаном. Потому что он уже раненый. А тут арморы есть. Соответственно, нападаем. Убиваем этого. Сапрессим. Сектоида. Так, это минус. Лут, отлично. Перезарядить винтарь мог перед вторым выстрелом. Да, там халявный этот. Согласен. Мы здесь перезаряжаемся. Двое остаётся. Выходите под полуукрытие. Давайте. Overwatch 1. Опа. Попытался убежать и кто? Фулл кавер, блин. Стрелять будет. Протокол. На правильного человека я протокол поставил. Так, ну мне лут нужен вообще-то. Я нахожусь очень далеко от этого. Но Overwatch, конечно, ловить не хочется. У кого есть гарантированный выстрел? Кто прям инфа соточка, что попадёт? Приклад. Ты попадёшь, да? Но ты видишь только этого упыря. В любом случае, перезарядка. Если ещё у кого-то приклад есть. Нет. Скорее всего, тогда нужно делать протокол помощи. И врываться кем-то. Например, револьвер. Учитывая талант к отстреливанию. Ну, как иначе-то. Да, я посопрешу. Усиктоиды, кстати, могли уже псионически откатиться. Может, его не стоит уже сопрессить. Что револьвер может принять волевое решение. И пробежать вперёд. Скажем, вот сюда. Его не фланганут, но в следующий ход он прям точно разоплотнит. Не, не точно. Сопрессинг мэйт овер. Ну, всё тогда отлично. Тогда снимаем таким образом. Мне беспокоит. То, что сектоид жив. А мне, типа, надо бежать вперёд. Я слона всё-таки подставлю, с вашей позволения. Не хочу проверять. Слон побежит туда, куда уже бегал. У него магнитка есть. Он выходит во фланг. Как-то так. Револьвер стреляет из пистолета и перезаряжается. Или перезаряжается, встаёт на Overwatch скорее. И смотрим, как они будут себя вести. Это стрелять не может. Я надеюсь, что сектоид будет всё-таки. Как стреляют. Ну, это вообще нереально там попасть. Там, скорее всего, один процент. Вот сектоид. Главное, чтобы он свои пси-штучки начал делать, а не продолжил стрелять. Он может стрелять только по... О, нет. А почему так далеко ты стоишь? Да, контроль пошёл. Хорошо. Ну, или псих какая-то хрень. Паника. Там два фулл кавера, ребят. Подходит ближе. И ханкер даун. Блин, один ход. А мне так лут нужен. Ладно, но самое главное. Это убить лемминга, правильно? Потому что сектоида, судя по всему, уже всё откатилось. Хотя сектоида я как раз обойти могу. 52. Протокол атаки. Господи, ничего нет. А если я побегу вот сюда, рассчитывая на то, что сектоид стрелять не будет, у него все откатились. Я вешаю на него протокол защиты. На всякий случай против этого товарища. Причём стою на овервотч. То есть я получаю лут, получаю человек, который стоит против одного в укрытии. Да, это правильно. Работаем, ребят. Аркада пошла. Всё ради лута. Давайте модули для пушек, пожалуйста. Автоизаряжение, прицел. Убогие, базовые, но не пропадут. Место будет. Здесь, соответственно, протокол защиты. Я всегда называю его защитой, потому что там нападение, а тут протокол, который именно защищает, повышает защиту. А он типа переведён как помощь. Протокол помощи добавляет защиту. Отличный перевод. Специально, чтобы никто не пытался. Вот. Я могу, в принципе, надэмеджить чувака. Могу вообще на овер встать. А могу только 50 на 50 его убить. Револьвер, я верю в тебя. Давай. Пробуем. 48%. Промах. Всё, с богом, ребят. Молимся, просто молимся. Так, этот не флангует, хорошо. Овервотч, отлично. Вот, главное, ты не стреляй. Еееее. Рассчитано, ребята. Это холодный, бобриный расчёт. Это капец. Всё, сейчас сектоиды убиваю. Ну, я могу просто его флангануть. Прямо по красоте могу флангануть. Как-нибудь вот так вот. Стоп, там овервотч. Фланганёт он. Протокол нападения, конечно же. Сперва. Снимаем овервотч. Хелик перезаряжается. У него есть сапресс. А вот не факт, кстати, что мы с магнитки убьём сектоида. Ой, не факт. Опять тупырь. Я... Руки молнии ещё не готовы. Есть по зомбарю, можно хорошо зарядить. Я не убью его из магнитки, если не критану. Потому что 5-7, понимаете? 5-7. Будет 40 крита. И что я с ним буду делать? Так, должен быть ещё третий... Третья обилка у сектоида. Какая третья обилка? У него только две обилки. Зомби и этот. На третий он же стреляет. Следующий ход он стреляет. И он значительно опаснее того упыря, который справа раненый. Чисто по пушке. Поэтому придётся сейчас новую его сопресить. Зомби... Не добегая до хэвика. Гасимся кто это, в общем. Здесь вопрос в следующем. Либо солдат, либо зомбарь. Зомбарь, конечно. Конечно, зомбарь. Зомбарь реально угрожает нашему товарищу. А товарищ должен делать протокол на себя и добивать зомбаря. Да? Ну да, там точность никакая. Этот тебя вообще не видит. Протокол на случай, если как бы всё-таки сектоит, решит стрелять с минус 50. 97, прошу, попади. Спасибо. Так, экспан. И опять эти двое остались. Правый будет стрелять без штрафа. Уходит. Но у него только одна цель, но с фланга, блин. А, Overwatch опять. Не-не-не-не-нет. Не-не-нет. Протокол, извините, и сапресс забей. К сволочи. Я, честно, в теории, нанесу ему урон с приклада. Но... Сектоит будет... А, у меня сапресс есть. Сапресс есть. Я могу рассчитать и подойти таким образом, чтобы он меня не увидел. То есть я, типа, начинаю подходить. А, он сразу меня начинает видеть, да? Я уж сапрессу. Это не в кавере. Может, есть более удачные места. Нет, он. Оп. Хитроумные вещи идут, но как бы ничего не сделалось. Работаем. Теперь думай, что делать. Сектоида нужно убивать. То есть подходить этими двумя, его фланговать и мочить. Использовать здесь хотя бы полуукрытие, которое есть. И двумя пацанами с магнитками мочить с фланга сектоида. Ну, если крит 40%, то... Нет, не крит. Сейчас ты роном. Да, тот штрафуется. С ним все понятно. Сектоида я отсюда тоже вывижу. Я хочу совсем без открытия быть. Есть. Династры. Отлично. Прям как шахматы, ребята, вообще. Только есть вероятность, что как бы кто-то кого-то не съест, например. Или пешка сходит не на ту клетку. Повышение у слона. Я подхожу ближе. Там как раз под снайпера. В руки молнии еще, кстати. 43, а давай. Чего? Здесь пистолетико можешь выстрелить. Зачем нам давать ему 5% на попадание? Попробуем. Хорош. Блин, какая дикая миссия. Каждая миссия в экс-чеме, она... Ой, безликий же еще. А я уже спать намылился. А безликий может до ближнего специалиста добежать. Хотя маловероятно. Не, не добежит, слава богу. Но и все равно террор провалил. Видите, мирных не спас. Так, давайте посмотрим, откуда мы его будем видеть. И откуда? Надо отступаем. Вот слон видит. Слон молодец. Работает. С богом. Ну, он не добегает все равно. Еще с богом. Там два овервоча и, в общем-то, он не добегает при этом. Еще застрял там, что ли? А, нет. Да, видите, все пальцем показывает куда-то вдаль. Ну, бывает. Не нам его судить. 82, промах. Перезарядки сделал. Надо подойти, помочь, что ли, слону-то. Что-то не выходит увидеть этого безликого. Так, перезарядимся. И подойдем поближе. Да, укрытие не стоит искать, согласен. Ну все, его просто расстрелять нужно. Для этого нужно просто попадать. Он регенится. Сейчас еще один промах и... Он шесть хитов своих отыграет. Перезарядочком. Выстрел. Ну, у меня, как бы, по цифрам все в плюс. Но, блин, из трех выстрелов с 82, только один достиг цели. Какие... Какие, к черту, цифры. Он ее руля. Переходим в позицию. И я сам подхожу к безликому, блин. А его, может, сейчас, хоп, расплющит. И все. И побежит он на меня. Мало ли, какие баги. Я с таким не встречался. Все, он фуловый. Четвертый выстрел, 82. Опять шесть хитов сняли. Еще на три хода. И здесь я его никаким образом не вижу. О, видит. И... Хэрик помогает. Как это так? То есть, может, и снайперы увидят сейчас, ну? Да, видят. Слава богу. Просто не показывается, что я его вижу, в принципе, по иконке. На тебе. Ребят, мы справились. Смерть одна. Ранение одно. Миссия убога. Но я, на самом деле, не сильно расстроен, потому что я жив. Я жив. Сейчас главное, чтобы регион не отвалился. Потому что если отвалится, это будет удар очень серьезный. Мне разведданных реально нет. Чтобы его подключить назад. Одно повышение. У слона серьезное ранение под протокол блокировки. И... Ух, убит в бою. Прицел и мет... Ну, там... Автозаряжение. Мутон. Командер. Контакт с ячейкой потерян. Время для восстановления увеличено. Это такой провал. Разве данных нет? Бонус от региона мне теперь не вылез. Командер. Как только сейчас, мы не имеем достаточно интел, чтобы получить солидное оборудование на локальных резистанских сил в этой области. Автозаряжение. Автозаряжение нового корпуса. Сопротивлениями плюс один. Ладно, на этой ноте... Видите, два из четырех. На этой ноте трансляция завершается. Очень дикий трай. Ну, во-первых, мы далеко прошли. Это самый пока и успешный из трех этих троев. Но не без проблем. Видите, раненые есть. Регион еще отключился. Бонус, соответственно, я не получил. Ну, даже не в бонусе дело, потому что у меня пока модулей настолько большого количества нет. А вот то, что я сейчас разведданных должен еще где-то 37 надыбить, чтобы вернуть регион и время еще потерять в неделю, это, конечно, значительно большая проблема. Ладно, на этом все. Спасибо, что смотрели. Запись сейчас пойдет заливаться на YouTube. И если вдруг вы пришли сегодня не с самого начала, а начало трансляции было в 17.00, длинная на сегодня трансляция получилась, то завтра, ближе к дню, вы увидите в разделе видео или на канале на YouTube запись. Все. Спасибо, что смотрели. Увидимся ориентировочно завтра. Надеюсь, что завтра. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok